И, в общем-то, начинаем КВН. Вебку включаю. Всё, поехали. Итак, ещё разок. Пятая часть, Frostpunk. Сценарий называется «Последняя осень». Сложные, интересные. Это четвёртая где-то попытка, ну такая более-менее продолжительная или третья. И она уже запорта. То есть, во-первых, она запорта, потому что сейчас я вряд ли сооружу, что необходимо делать. Во-вторых, сроки все горят. На четыре дня мы опаздываем. И, возможно, сегодня не стоит доигрывать, а лучше начать с чистого листа и для разнообразия, например, выбрать осознанно инженерский путь и начать эксплуатацию рабочих. Вот. Возможно. Короче, всё плохо. Есть большое количество больных. У нас 31-й день. Сдача объекта... Отстоймо от графика на три дня. Сдача объекта 35-го числа. Продолжают гибнуть люди. Мотивация низкая. Это то, что я успел... Ага. И мы должны производить... Ёшки-матрёшки. А, у нас конец дня ещё. Ресурсы впритык. Ё-моё. Уже начинаем казнить людей периодически. Температура, кстати, понижается. Мотивация уменьшается тоже. Ага. Ё-моё. Так, ну, на этот момент у нас работает три причала, продвинутых с точками сбора. Сталь, уголь и лес. Лес, потому что дерево заканчивается. И... Кошмар. Строт поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Привет, Йейт. Привет. Не слушай наши жалобы. Игнорируй забастов. Нельзя. Мы тупые рабы, не видящие дальше следующего приёма пищи. Так что веди нас вперёд. Это хорошее тюрьмое. Светлое и тёплое будущее. Светлое и тёплое. Короче, смотрите, для того, чтобы мне сдать генератор, необходимо достроить, во-первых, ядро вот это вот. Потом необходимо сделать вот эту вот несущую раму. И при этом, при всём, сделать вторую несущую раму. Вторую, Карл. Я не успеваю даже эти сделать. Проблема с тем, что безопасности на объекте никакая. И всё будет хуже завтра. Я даже не хочу сейчас продолжать, потому что столько смертей. Столько больных людей. Я прожму пайки. Ладно, давайте, хорошо. Осталось-то совсем чуть-чуть. Двойные пайки, чтобы... Переводим инжей сюда, чтобы прожать пайки. И отсюда убираем, вот сюда вот отправляем. Ну, чтобы быстрее восстановились. Но мотивация, видите, без бонуса. То есть 0%. С таким... С такими темпами я не справлюсь. Сколько мне нужно сделать вот таких вот паровых радиаторов? Паровые радиаторы для буста строительства. Я как раз сейчас должен... А, я уже сделал продвинутые радиаторы. То есть я забустить могу на 20% уже. Да, на 20% могу. В одном месте причём уже прожали. Но мне тогда нужно вот сюда вот один. Сюда один и туда один. Три... Три прожима сделать. По сколько? По пять. Ещё по-хорошему нужно сделать 11 штук. В машинном цехе. Стоят они сталь. 16 стали. Стали нет. Ещё нужны стальные сплавы. В огромном количестве. В огромном это сколько? А, нет. Конструкционные профили мне нужны. А зачем я делаю стальные тогда? А, потому что для безопасности производства мне в разок запросили 5 стальных пластин. О, казнь и мотивация. Первая казнь, ребята. Прошла и мотивация тут сразу. О-хо-хоу! Конечно, лучше хорошо работать и не умирать там с голода, с холода. Чем... Сэр, мы только что казнили первого неугодного. Его сварили заживо при помощи горячего пара. Самые слабонервные отвернулись, но большинство наблюдало страхом и трепетом. Пусть все знают, какая мрачная очередь ждёт предателя и лентяя. Народное ополчение уже поставило в очередь казнь ещё одного осуждённого. О-о-о-ох! Так, ну я думаю, что с такой мотивацией надо наконец-то включать... Полный рабочий день пока что. Давайте этот день отработаем не в мегавральном режиме, а в нормальном. Вот, например, несущую раму будем делать. И я всё-таки убрал бы стальные листы и с приоритетом сделал бы рамы. Видите, здесь вообще хорошо всё идёт. О-о-о! А что поставили? Поставили, поставили! А это что? Не успеваем разгрузить, что ли? Не успеваем разгрузить. Паузу я поставить не могу, поэтому сейчас... А что по углю? Что по углю? Угля нормально. То есть с угля можно... Нет, углю лучше запасти немножечко. По еде как? По еде инженеры, да? Так, рабочих куда-то можно добавить. Здесь профили нужны. А что по... А, лесопилка не работает. Лесопилка пошла работать. 15 больных. Сократилось число больных. Ну, кто-то умер. Извините. Так, что ещё? Что ещё? Откуда можно рабочих вытащить? 98, 216. Трёх с погрузки, что ли, вытащить? Баньки включить, чтобы меньше болели. Они не так много потребляют. Давайте баньку включаем. Это лучше делать в конце дня, конечно же. Так, вдохновляющая речь не нужна, потому что мотивация у нас... Так, ого-го, какая! Так, значит, здесь мы заказываем ещё... Короче, всю сталь мы кидаем в первую очередь в паровые радиаторы. Весь лес кидаем вот сюда вот в первую очередь, в конструкционные... Блин, почему мне не хватает? И тут вроде работают, и там работают. 13 с половиной в час. Тут не успели дойти просто люди. Ещё заказываем. Давай-ка уберём отсюда рабочих и добавим... Не, не убираем рабочих. Пока что делаем, как получается. Инженеров на исследования. А почему не можем? Во-первых, у меня 15 человек. Надо инженеров в мастерские, потому что повздоравливали люди. Это значит, что... А, рабочие у нас могут и в санитарных. А вот этого я не знал. Может, и этот тоже... Да, давайте здесь и ядро... На ядро отправляем всех. Только нормальную смену. Пока уберём. Надо сейчас всех-всех-всех-всех-всех. Просто всех-всех-всех-всех-всех. Всех-всех-всех-всех. Минус-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех. По максимуму пытаемся наверстать график. Здесь уголь впритык добывается. Здесь сталь тоже впритык. С трудом хватает. Откуда? Может, реально из исследований вытащите? Что случилось? Альтернативный дизайн. Один из строителей придумал хитромный способ переделать шарнир для строительных лесов И небольшое безопасное изменение Существенно ускорит работу Заказать Риск забастовки вырастет Строительство на 10% Не, 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 нет Забастовка это самое плохое, что мне сейчас нужно Давайте я с угля еще 10 рабочих вытащу И все, прям все пойдут работать Производство, конечно, опасное Эти нельзя прожимать, увы Будут болеть Заказываем еще конструкции Так, мы перевели Кстати Черт, уже день заканчивается А только тут менеджмент настроил Видимо надо переводить что-то на круглосуточную Да, я понял, что буду переводить на круглосуточную Так, мы провели исследование По отоплению Термоизоляцию больниц сделали Дальше я хотел сделать обогреватель Не хватает леса, но лес сейчас тикнет нормально Тикнул лес и делаем обогреватель Грядет, потому что еще одно похолодание Я бы не хотел Короче, я ставлю, видимо, на круглосуточную работу Лесопилочку И вот эту вот штуку Надеюсь, мы закончим по расписанию через полтора часа Потому что к завтрашнему Может и справимся, кстати Может и справимся О, прожимаем выжить стражи, да? Да Сделали или взрыв? Да как? Это скрипт! Это точно скрипт! Да я прожал прогресс на На 20% Вот противопожарные заслонки Прогресс сборки ядра будет потерян Класс Генератор получит расчетные характеристики Многие рабочие погибнут Идовольствие значительно возрастет Забастовки значительно возрастет Противопожарные заслонки У меня даже в помине их нет Ну, это скрипты, друзья Ладно Сколько погибло? Давайте Сейчас как никогда Нужна вдохновляющая речь Сколько погибло? Сколько погибло людей? 25 человек Приехали Я делаю В лесопилочке По полной программе Ну, мы не потеряли прогресс По ядру Но Здесь аккуратненько делаем С безопасностью Тяжелобольные Риск забастовки Никакой Никакой Ну, делаю профили Я хочу за ночь Сделать 25 профилей Начать строить Вторую несущую раму Потому что мне И эти два объекта Нужно доделать Еще Несущую раму Ну, это скрипты, друзья Скрипты Может, и здесь тоже 24 часа Давай сделаем Хотя Какая разница Если стали у меня нет Недовольство Очень серьезно Город засыпает Да, я понял В общем Что Какие там ошибки Глобальные Лучше, конечно Конструкционных профилей Сделать с запасом Для того, чтобы Безопасность еще повысить Прожав Защитные конструкции Либо 4, либо 8 Кратные нужно сделать Тем более Не стоит только дерево Здесь у нас 76 единиц дерева Всего лишь осталось В остальных местах Елок Либо совсем мало Либо не осталось Это последние То есть Добываем И Скорее всего Вот А, у меня тут Еще 24 часа Идет добыча Отлично Пока не забыл Инженеров на еду Вот 20 профилей Плюс 4 Это только мы Вечером поработали Добавляются больные Там, где есть возможность Прожимаем пайки Скоро, да Да, и скоро Как вы видите У меня не будет возможности Уже Короче, нет запаса По идее Сюда надо больше Добавить людей Убираю инженеров 23 И можно вести новый закон Труд А что у нас там после террора После террора нет ничего Демонстрация силы Есть Демонстрация силы Снижает недовольство И риск забастовки Демонстрация силы Народное ополчение Подписываем То, что нужно Да, вот она Демонстрация силы Стоимость 10 пайков Ополчение направит Рабочих против смутья Но придется Обращать ущерб И риск забастовок Надо прожимать будет В начале завтрашнего дня Возможно даже Включать здесь 25 профилей сделали Ставим вторую несущую раму И у меня осталось Всего 2 дня Чтобы уложиться В сроки От которых мы отстаем На 2 дня Видимо придется Не понял Почему мы не можем А, потому что На стали нет Сколько мы сделали 3 штучки Да Ну сделаем 4 Видимо Конструкционных На весь лес Который есть А дальше Вытаскиваем Рабочих И 19 140 И всех На эти 3 объекта Направляем Начинается день Жуть Мотивация падает Как нельзя Не кстати Но казнь Должна пройти Сейчас еще одна Дерево не хватает Чтобы похоронить Я могу Частично отправить Да Смотрите Казнь И сразу Мотивация максимальная Да Ну что Перекидываем Народ Сюда уже Надо делать Сперва Эту штуку Откуда мы будем Вытаскивать Давай-ка Вот так Освобождаем Рабочих Докидываем На макс Убираем Отсюда Демонтируем Добиваем По максимуму Здравствует Рабочий Класс Так Откуда Я еще Могу Убрать Я и так Убрал С Этих Один час Но здесь 30 рабочих Свободится 18 больных Прожимаю Пайки 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 Сталь Есть Может со Стали Вытащить Уголь Нужен Точным Так Ладно С разгрузки Стали Еще Трех Рабочих Вытаскиваем Здесь Вообще Смертельно Производство Давайте Короткую Смену Сделаем Работают Вентиляционные Установки Но Без толку Так Достроили Одну штуку Хорошо Давай За второй Профиль Принимаемся Сразу И Блин Надо Сделать Еще Конструкционные Сюда Уровень Безопасности Черт Откуда Бы Рабочих Взять Мне сейчас Через 11 часов Приведут Новых Рабочих Но Это Не Совсем То Что Мне Нужно Опять же Есть Опция Инженеров Привлечь К Работе По Лесу Что С леса Убираем Закидываем Очень опасное Производство Что Произошло Тревожные Слуги Вырастет Мотивацию Падет Люди Перешептываются Порождая Дичащие Слухи Но Главное Из них Будто Нас Бросили Тут умирать Ваши Действия Объясните Ситуацию Дать Людям Выговориться Я понимаю Что это Неправильно Типа С точки С точки С точки Зрения Ну там Наверняка Последствия Будут Какие-то Дальше Вот В чем Делом Если Проигнорировать Это Так Врубаю Наверное Здесь Леса И по Хорошему Надо бы Еще Доделать Парочку Надо Дальше Дальше И сейчас я буду переключаться на полный рабочий день Вот так вот Здесь производство опасное Очень опасное производство 14 часов Блин, ну я не хочу включать Мне нужны паровые двигатели Сейчас последний сделаем и прожмем Один день 4 часа, 13 часов У меня только завтрашний день остается Йопараситы, а как мне быть? Чтобы перейти в режим круглосуточный Мне нужно переводить очень многих на круглосуточный То есть и уголь запасать И так убираем с добычи с лесом Закидываем сюда еще народ Блин, переводить на круглосуточный или нет? Да, переводить И это переводим И это переводим Турмонаддув прожимаем Прожимаем Убираем отсюда И в ядро Всех в ядро 19 рабочих пришли Мне нужно сейчас Переводить на 20-часовую работу Добычу угля Увы Хотя бы так Я прям вкладываюсь В строительство генератора Отстаем на 15 часов Можем даже успеть Так, внимательно Внимательно Еда есть Сырой мало Будем ли мы здесь Рабочих докидывать Что у нас по углу Динамика какая Хватает Да, давай тогда так А мы сможем прожать второй раз профиль? КД какой? Два дня КД Меньше дня осталось Успеваем прожать Да? Да, успеваем То есть мне нужно Здесь сделать еще Пять Таких профилей Что там опять? Очень опасное производство Книг законов Так, что я могу сделать хорошее? Стандартизация труда Сделка с коллективом Позволяет вести переговоры Со всеми бастующими А в Викторе Требуется просто Сдавать Сделка с коллективом Хочется закинуть сюда Максимальное количество Вообще людей Из возможных Но Очень много больных будет По результату Кстати Так, пайки прожали На всего 10 больных Я уберу отсюда ДНЖ Закину сюда Двоих И закину сюда Троих Вот ночью Лучше работать На металлоконструкции Машинных заводов Потому что Благодаря исследованию Ты там уменьшаешь Там в принципе Базовый уровень опасности Низкий Так еще ты Единичку добавляешь За счет Вот, поэтому Так, а угля-то не хватает Это уже Это прям проблема Я снял Слишком большое количество людей Завтрашний день У меня будет последний То есть будет Послезавтра Половина дня Но 12 часов Отставания от графика С максимальной мотивацией Все еще свежи воспоминания От казни От прошлой Убираю еще инженеров Запихиваю сюда 9 больных Больше я Вытащить не могу Инженеров По стали Нужна ли сталь? Настолько Нет Нам надо ее тратить Сейчас Мы уже видите Потратили На 3 паровых Генератора То есть Мне 40 стали Нужны всего лишь Елочки Особо не нужны Еда Поставляется Кстати о еде Может быть Да, еще убираю 10 рабочих И делаем еще Профили Главное Чтобы вот это Вот Побыстрее Мы закончили Причем Нужно довести До 80 Потом же Я прожму О Так Горное озеро У нас закончилось О, кстати Можно сейчас вернуть Экспедицию И заказать Кстати Надо новых Людей Давайте 6 протезов Потому что Колейки И И работяк Хочется уложиться В график Блин На 9 часов Отстаем Очень ударно На мега опасном Объекте Трудимся Да, там защитной Конструкции Да, там техника Безопасности Но тем не менее И количество Бальных Увеличивается Мне ничего Не остается Как убирать Инжей Докидывать Их сюда Это вот Скорее всего Следствие работы На объекте На этом Увы Убираю Еще инженеров Закидываю На этот объект И прожимаю Пайки 22 Количество Бальных Увеличивается Убираю Еще инженеров Прожимаю Пайки Завтра С утра Нужно Конвернуть Еду 30 больных До 80 Может уберем Я же по плану Металлоконструкции Делаю Да, убираю Всех инженеров Турбонаддув Короче, я сделаю Где-то 82 Убираю Рабочек Чтоб они уже Эти штуки Делали И перевожу Их на Может вообще убрать Вроде как Оно должно работать Да, давайте Короткую смену У меня просто Грей жнит Этот Турбонаддув Который вроде как 20 прогресса Улучшенный Да, 20 За 5 Этих ядер У меня их Конечно не 5 2 и 2 Делается только Но я их Сделаю Довольно быстро И обязательно Нужно еду Сейчас делать Уголь закончился Печки закончились, уголь закончился Ой, я же сжег Да, я понял Мне срочно нужен нуголь Для работы вентиляционных шахт Погибают люди Возвращаю на добычу леса Мне так много людей сейчас не нужно 30 человек на этом объекте, здесь немножечко Так что я верну и на сталь На разгрузку немножечко И на эту сталь Здесь закончили Просто прожмем по, когда закончится КД Турбонаду Запускаем вентиляционный Врубаем Врубаем ли технику? Да, врубаем технику безопасности Потому что вроде как успеваем Там пишут, что мы отстаем от графика, тем не менее Жду двадцатку стали 16 стали, мне же еще со скидкой делают И это будет пятый Я тут же прожимаю на реакторе А, нет, не тут же прожимаю на реакторе Я не могу тут же прожать Так 31 человек болеет Пайки 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 Убираю отсюда Закидываю сюда И прижимаю Пайки Заказываю еще А, здесь уже не обязательно заказывать еще Надо вот сюда рабочих всех здоровых отправить уже Убираю инжей На исследование теперь уже можно их кинуть И здесь оценивает Работает на лечении Работает, работает Идем на работу Убираем с лечения Нам нужно убрать людей, которые не работают И закинуть туда свеженьких Потому что свободных у меня много И автоматически закинется А почему такой низкий? Опять не включен Ё-моё Опять угля не хватает До печки не работали Перевожу их в нормальный режим Здесь прожимаем ПКД Здесь эффективность очень хорошая Но смертельные условия работы Как? Перевожу на сокращенную смену Так уже лучше И включаю вторую вентиляционную Хорошо! За три часа управимся Нифига себе Если еще эта штука сработает То будет вообще замечательно Валькирия неснезнано Пересмотрим Кто-то не где упомянул совет в вентиляции Мол, зря построили За вашу негативственную знанию Даговорить обостакиваются Да-да-да-да-да-да Сейчас бы еще Меня за это журить так за невнимательность что там случилось опять слово можно убить царь инженеры беспокоиться что агитаторы транслируют слоганы подрывающих авторитетов им не нравится призывы которые должны вдохновлять мотивировать рабочих вроде рабочий покажи инженеру на что ты способен или инженер говорит невозможно докажи что он не прав мотивацию пойдет недовольство вырастет пофиг так давайте-ка сейчас освободим инжей где они там задействованы у нас особо нигде но только на лечении на этих все норм что по законам в быту у нас похороны за счет компании нужно будет сталь в труде у нас амбулатория амбулатория что тяжелобольные в обычные стандартизации труда который тоже не особо мне сейчас нужно самоотверженный труд держать безопасность на объекте мотивация пока можно ничего не подписывать мне кажется а что у нас по риску забастовки вот это важный момент здесь не бастует здесь тоже не бастует короткая смена скоро завершится но я думаю надо переключаться на нормальную хотя мы за час может и управимся так что еще 31 больной убираю отсюда инжей ставлю сюда пайками бущу вроде как как выбрались отсюда я не понимаю убираю отсюда ставлю сюда опять же пайками все мы обрежаем график на два часа уже что да нет нет включаем баньки астроплощадка не активно мне нужно туда отправить народ есть сто процентов и здесь надо перейти на друг круглосуточную и исследовать можно и может следующий тир пойдем последний 100 стали да ладно не жили выкрутились так эффективность топлива меньше давайте такие простые темы под похолоданием так еще раз формировываем группу из нам возвращают работяг опасное производство очень опасная блин но меньше часа продержаться так а что то можно про построить построили есть уложились срок 3 и и и все справились так не расслабляйся михаил у тебя большое количество рабочих во первых возвращая всех возвращая всех что это еще разок лимит хранения переводим с аврального режима так еду начинаем возобновляем добычу еды здесь делаем запасы хороший это демонтируем сразу же здесь с 24 часов на нормальную переключаем еще печки вот эти вот 44 короче все переводим в нормальный режим работы как отравление больше не грозит ядро генератора готова шахта плотно запечатана ядовитый газ больше не выходит на поверхность одной проблемой меньше но судя по всему сейчас нужно решать будет проблему с холодом холод это уголь уголь это это уголь собственно и лес я бы поставил еще пока не так паровые радиаторы стальные сплавы паровые радиаторы стальные сплавы это уголь у нас и сталь стали нужно больше ё-моё откуда ж мне ее-то взять там хаос ширится ядро генератора готовы проект хорошо продвинулся к завершению прекрасно политические неразберихи кто допустил утечку пошли слухи что большинство генераторов к сроку достроить не успеют народ начал паниковать временное правительство выпустило лотерею но люди не верят в ее честность ситуация взрывоопасно и верхи готовятся к бунтам страну охватывает хаос так давайте может закон пока проведем какой-нибудь хороший здесь остались только похороны за счет компании амбулатория лечение больных тяжелобольных экспериментальные средства амбулатория да давайте амбулаторию делаем и строим амбулаторию надо еще решать тему с отоплением да и с вышками надо агитационными уже все строить 6 коллег но нам сейчас протезики новые доставят по больным погибает по какой причине переохлаждение передозировка мне сейчас мотивацию нужно уменьшать точно все никакого кокаина стоп еще раз еще раз еще раз еще раз что нужно сделать мне все давайте вот сюда никакой токсичности нет начинаем просто производить какой срок 45 день нет подожди давай ситуацию выправим выправим как мы выправляем ситуацию мы проверяем какие объекты работают в авральном режиме восстанавливаем начинаем запасаться возможно строим только завтра чтобы не было проблем добываем последний лес возможно делаем улучшенную рыболовецкую там же было была такая тема да а и надо инженеров сейчас по перетаскивать вот инженеры сейчас могли бы поработать в авральном режиме вот сто процентов могли бы и нам нужно сейчас с вами заготовить лес и сталь на дополнительный тир это мы быстро сделаем потому что сейчас не будет трат таких серьезных здесь поражали недавно здесь давно поражали убираем еще инжи закидываем сюда включаем 24 закидываем еще черт сколько там нас 1 2 3 работает и 10 больных как раз сходится хорошо здесь пока ничего казню действует и приехали еще плюс 6 рабочих коллег и про простые может последний заказ сделать а мне кажется надо ядро заказать когда-то у нас на 37 день последняя поставка будет то есть сейчас смотрите нужно определиться с тем что в мне нужен уголь и сталь в большом количестве уголь и сталь то есть одна пристань вторая пристань должны работать максимально эффективно возможно даже авральном что у нас по видите на разгрузке не работает пока приемлемо но с похолоданиями у нас начнутся проблемы чуба не там баня включена но она почему-то сама себе не греет что крайне странно что еще что еще подожди ты делал точно да причал у меня не грыжный и еды у меня нет заготавливаем еду так хорошо у нас большое количество рабочих куда мы их отправляем уголь все причалы раскачегарены будут завтра проверяем что полный просто день без фанатизма полный 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 дальше лесопилку хочу сделать чтобы собрать последние вот эти вот ресурсы только обычную неправую блин плохо что я не достаю да сейчас в 6 утра пойдем строить мотивация падает но это временная тема и соответственно мне нужно делать мотивация взрастает главный инженер сразу не казнили главного инжمера он был настоящим джентльменом извинился за то что наступило на ногу палачу это были его последние слова его признали виновным в небрежности которые привл или взрыву в шахте какой-то время назад хотя напрямую он за это не в ответе рабочего горит уена видели поэтому казнях обрадовала ооооооууууу представляете да так мы амбулаторию построили одного рабочего туда направили Короче, по сути, мне нужно делать Мне нужно все делать Мне нужно вот, чтобы эти три завода Более-менее работали В пабе не было И что у нас? Холода Частичные исследования есть По холодам То есть там Точечные обогреватели и прочее Но мне кажется, что нужно сейчас Убедиться в том, что инженеры Не заняты ничем кроме А, слушайте Я же могу рабочих Отправлять на исследования Они работают менее эффективно, но учитывая то, что Хорошо Делаем профили Не 24 часа У нас стандартный пока день Просто делаем все, что только можно В рамках обычного дня Так, при этом Что касается температуры Минус 20 Пока что терпимо Точечные обогреватели Включать не будем Разве что А, еще лесопилочка же есть Для которой я не довел дорогу Ладно, достроим Так, что касается Мотивационных тем Агитатор Это задевает Здесь тоже задевает Хотя кажется, что не задевает Здесь тоже агитатор построен Здесь построен Здесь построен На это не работает На угольных печах Есть Здесь, получается, не нужен Так, исследования идут По полной программе Вообще По полной программе Здесь надо Заказывать Скидывать, короче, ресурсы И вот Память вообще никакая Паровые радиаторы Паровые радиаторы Это чисто сталь И стальные сплавы Это сталь плюс уголь А вот этого делают Для того, чтобы Ну, потом достроить Все нормально Чтобы у меня были Сталкивалась уже С ситуацией, что Так, эффективное потребление Топлива Это у нас по отоплению Да Сейчас вопрос Будем ли мы копить деньги На На последний тир Ох, вентиляционные шахты Еще на последнем тире На производстве Улучшенный рыбацкий причал Тележки точно не нужны Потому что пока даже Ивентов нет Хотя надо проверить Что у нас тут Но я уже все исследовал И всех расформировал Потому что мне нужны Новые люди Так, протокол лечения Лазарет Мне кажется Что сейчас у нас Со здоровьем будут проблемы Есть ядро Нужно Ядро последнее Блин, ядро последнее Вот можно сделать Улучшенный пристань Поэтому мы Производительность Где-то на 50% Повысим На паровые станции Разгрузки тоже нужны Ядра А на пристань Нет Да, давайте Подкопим Сейчас 50-30 Даже не подкопим Я отменю Здесь один профиль Черт Леса не хватает Катастрофически Вот как раз Это и Так и печи Зачем у меня Работают Перестаем сжигать Я в лесопилку Еще наверх Должен закинуть Лилей Печи-то зачем Напряжение растет Последние корабли Отчаливаю Через два дня Народ определенно Что-то подозревает В воздухе пахнет бунтом Надо готовиться К худшему Охранять Будем надеяться Но лучше Недовольство вырастет Недовольство вырастет Охраняем Не сильно вырастет Тут не хватает уже Так Стартуем исследование Улучшенная пристань Как раз рабочие есть У меня будет Возможность А мне же нужно будет Станцию перегрузки строить А станция перегрузки Стоит Паровое ядро Кажется Да Ну значит будем Старыми добрыми Пунктами добычи Обходиться Так Здесь постоянно У нас идет Процесс Изготовления Я закину туда По максимуму рабочих Скорее всего Мне ресурсов на это дело Не хватит Пока хватает Чай не чаю Совет рабочих Просят чаю Согласно политике Компании Инженеры имеют право На чашечку чая После ланча Рабочие требуют Расширить эту привилегию На всех Мы тут тяжести таскаем Так Неужто мы не заработали Гори Риск забастовки Конечно 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 Всем чаю Всем чаю Мне кажется Надо переводить Уже Пункт добычи Стали Стали Леса И угля Так Убираем Снижение Что-то я забыл Что у меня тут еще Прожаты Прожаты Была техника Безопасности Некуда Складировать Ёлки Все по максимуму Там Производительность Снижается На 25% Но Безопасность Увлечивается Но Раз у нас Что у нас безопасно Можно бы И отключить Одну Ну Чтобы уголь Не жечь Мне же нужно Еще уголь Уголь И сталь Короче Я перевожу Сразу этих В режим работы Авральный Откуда Мне взять Людей Казалось бы Казалось бы Были же Давай Сталь И уголь Это Самое важное Сейчас Я уже Отстаю от графика Ну ладно Часть Системы Температурного Контроля Огромный Кожик Закрывает Ядро Предотвращают Утечку 25 паровых Радиаторов Которых У меня Сейчас Три Три И вот Я же Перевожу А Слушайте Я же Закидывал Рабочих На этот Мастерский А Кожиков 10 Да Говорили Стальных Сплавов Точнее Стальных Сплавов 10 У меня Их Три Сейчас Нет Давайте Лучше Заранее Начинаем Работать В таком Серьезном Режиме Продолжаем Работать В таком Режиме Учитывая Что есть Еда Прожимаем Пайки Чтобы Быстрее Люди Вставали На ноги Исследования Не прекращаются Стали Не хватает Как так А Они Кушать Пошли Они Пошли Кушать Может Закажем Последний Раз Я бы На ядро Накопил 37 Поставка Можно Дождаться Потому что Он может Не успеть Вернуться Да Коллег У нас Больше Нет Ладно Заказываем Поставку Так Улучшенная Пристань Есть Нельзя Нельзя Во-первых Ночь Во-вторых Мне нужно Нон-стоп Вот здесь Прожимать И нужно Выбрать Что исследовать Лесопилка Лесом Паровая Разгрузочная Я не Не Напасусь Ядер Быстрый сбор Это все Уже Неважно Здесь все Сделали Улучшенная Станция Перегрузки Тоже Я до нее В отоплении Очень большой Выбор Во-первых Термоизоляция Больниц Напрашивается Улучшенная Обогреватель Это плюс Единичка На обогрев Удвоив Раскод Угля Печки Печки Я даже Не ставил Батареи Это не нужно Лазарет Возможно Так хочется Конечно Следующий Тир Взять Но у меня Опять же Пока нет Такого Количества Ресурсов Поэтому Я должен Взять Что-нибудь Универсальное 50 леса 30 стали Откуда Откуда Перевожу Этих Тоже В режим Работы Круглосуточный Ну как быть Даже Постали Я не успеваю Собирать Не там Не тут Черт Может реально Улучшенный Причал Сделать Перестроить Рабочий 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 Это Есть Сейчас Накапливаю Накапливаю 30 стали Обогреватель Обогреватель Это Точечная Печа Это Основное Радиус Я Надо делать Улучшенные Пристани Редактор Печа Точечная Причал Причал Накапливаю Редактор Корректор Ресурсов мне не хватает Понимаете, мне не хватает леса, мне не хватает стали По углю-то ладно И решается это только постановкой пристани Я сейчас делаю исследование И я себя И отодвигаю еще разок Какая там пристань еще раз? Продвинутые улучшенные 40 стали нужно Да, давайте Две улучшенные пристани делаем Убираем рабочих здесь Ставим обычный график Убираем рабочих здесь Ставим обычный график Просто копим Убираем Тут тоже пусть отдыхают инженеры пока что Потому что исследовать я не могу И делаем две улучшенные пристани Рядом с улучшенными пристанями нужно сделать два пункта добычи Потому что я не смогу станцию разгрузки Бахнуть Почему-то я угли не добывал Дурачок Очень странно Все тут пока работаем в авральном режиме Добываем из стали Перестраиваем вторую пристань Возможно стоит перестроить Мотивационные вот это вот Слушайте, или заказать Сейчас же день начнется Кто-то умирает Ладно, с лесом уже поменьше проблем А зачем я перестраивал в первую очередь Пристань, который с лесом Делаем вторую улучшенную пристань И вот здесь размещаем каким-то макаром Станцию разгрузки Рабочих вкалывают Сейчас будет у нас исследование новое Больных не прибавляется Это очень хорошо Но я перекидываю инженеров И Чтобы прожать пайки Чтоб они еще быстрее восстановились Так Копим ли мы сейчас на следующий тир Давай улучшенный поддув Минус 20 Грядет 2 похолодания Пока мы нормально Видите, больных Обогрев приемлемый Больных немного Поэтому Так, отсюда убираем Райден Д3Р поддержал ваш канал На 100 рублей И сообщает Надо прийти Заходит инженер и рабочий в паб Об армин им говорит Да флэш просто суши макротиран Я не понимаю Зачем он вызвался За ничью прием Ушество было у него на стороне Он мог бы просто полететь От половины здания И поехать войсками В атаку под зданиями Спасибо тебе за поддержку Давайте сделаем самоотверженный труд А вдруг пригодится Мы отстаем над графиком 19 часов Но это нормально Потому что я сейчас По сути Неизвестный поддержал Ваш канал на 100 рублей И сообщает Нормально все будет Нам холодно Мы замерзаем Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Не драматизируй Так, ну что Продолжаем А че продолжаем-то Мы не можем продолжать Здесь пока не будем делать Пункты добычи Нам надо здесь их сварганить Посмотреть куда там Следующая куча будет отправлена Пока что ладно Делаем Вот самоотверженный труд Хорошая тема Особенно если на объекте Вообще безопасно Этот не будет доставать Надо будет поставить еще один Но рабочих много на самом деле Поэтому Не, не надо тратить Все, начинаем здесь сделать Паровые радиаторы Ждем, когда появится Новая кучка со сталью И здесь будет тоже добыча угля Перевести в режим Активный Более активный Так скажем Так, это что у нас? Это сталь Она появилась слева Соответственно здесь же мы и делаем Два поста добычи Раз И два Соединяем улочкой И делаем Сразу пока не забыл Агитатор Андердарк Поддержал ваш канал На тысячу рублей И сообщает Михаил Знаешь Мне так холодно Особенно внутри Я весь замерз Кажется на сердце И не уже образуется У меня завтра экзамены Тридцать один И говорят Что прогнозы неутешительны Зав кафедры Отправляет всех на пересдачу Так как преподает Буржуазия Не хочет больше работать Спасибо, Андердяк Держись Сердце ини уже образуется У меня завтра экзамен Говорит, что прогнозы неутешительны Зав кафедры Держись Сэр Мать одного из рабочих Пишет, что у брата Что его брата убили на демонстрации Противопринудительной мобилизации Вызывающей Веденной на этот год Балканской войны Молодежь давно протестует И на последней демонстрации Были впервые задействованы Механизированные отряды Так Отсенс Да, риск забластовки растет Ничего страшного Так, здесь мы добавляем сталь Здесь я все-таки строю Пост добычи Тут прожимаем Хавчик 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 Так, хорошо Мотивация максимальная Этих Так, штабеля Штабеля Конструкция Точнее Здесь заказываем Стали мало Но сейчас застроится Пара пунктов И я хотел сделать Тут Агитатор Который так и не сделал Делом Агитатор Что еще Уже не нужно тратить Что там Последние заказы Морское сообщение прекратится И у нас есть последний шанс Заказать ресурс Еще из телеграфную А я не могу А, потому что Я уже сказал Я об этом Догадывался Ну, может У меня есть еще сутки Вроде Тридцать седьмой день Последний Так, и я начинаю Добывать активнее сталь Не совсем активней Убираем с лесопилки Сталь сейчас Нужнее, важнее И Вытаскиваю Отсюда рабочих Перекидываю сюда Заканчивается день Переводим их Тоже на добычу Круглосточную Убираем отсюда Добываем сталь Здесь тоже Добываем уголь По Ну, видите Елок много Леса много А вот стали маловато Сейчас мы попробуем За ночь Подкопиться Хорошенечко На 11-й мод график Дедлайн 45-й день Времени Типа еще много Есть возможность Поисправлять ошибки Я бы сделал Лучный причал Потому что Тенденция Видите, какая Нехорошая По еде При том, что Я не могу Переключиться На другую Поэтому Я сейчас Включаю Инженеров На круглосуточную Чтобы они Доделали Быстрее Исследование И О, видите Как под агитатором Хорошо Там 100 200% Было Производительности Везде Должны стоять Агитаторы Инженеров Нет Сейчас Попробуем Заказать Последнюю Поставку Скорее Все Санджами Подожди Так Лес Можно Выкидывать Уже Видите Хотя Мы можем Включить Печки Нет Лес Останавливаем Можно Пожигать Будет Ради Углей На Склады Я не Хочу Тратиться Если Честно Так И Заказ 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 Больше Не будет Вызывать Помощь Понятно Все Не Будет У меня Последней Поставки Я Попробую На Дурачка Но Нет Докидываю Рабочих В этих И Скорее Все Делаю Сейчас Именно Тир Последний Тир 100 Стали Нужно Я Стараюсь Друзья Стараюсь Сюда Не хочется Ставить На Открытом Воздухе Работать Лес Нормальным Сейчас Мы Быстренько Сталь Подтащим Какой Насым Там Постали Вообще Плюс 240 В день Неплохо Весьма Неплохо Но Это Только Подготовка Глобальному Строительству Понимаете Само Строительство Будет Позже И масштабнее Отправляю Тела 9 Человек У нас Болеет Всего Лишь 9 8 И Делаю Заказ Автоматическое Что-то Там Ну Короче Последнее Тир Исследование Сюда Не забываем Отправляем Рабочих Нет Стоп Я же Хотел Причал Алло У меня Не хватает На причал Отмена И при чем Ну потому что Это последний Четвертый Причал Он работает Под агитатором Он работает А он может Работать 24 часа В сутки Тогда у нас Не будет Проблемы С едой Да Отменяю Пусть работает 24 часа Так Появились больные Тем не менее Новые Выбираю инженеров Ставлю инженеров Блин Больные-то Не помещаются Так Здесь мы все Уже приняли Что можно Кроме стандартизации Труда Но это На На смены Короткие Которые мне Сейчас особо Не нужны Похороны За счет Компании Короче Не будем Пока законы Принимать Голодные люди Уже Появляются Надо убирать Инжей Ставить Сюда Нет Не сюда Сюда И готовиться Протыкивать Но это Видимо Из-за того Что Температура Пока что Приемлемая Если только На разгрузке У нас 24 не стоит Нет Не стоит Нормально Все Вот здесь Вот могут Быть проблемы Эти же Прохладно А люди Там работают Я включаю Обогреватель Так И сейчас Что я буду Делать Что я буду Делать Мотивация Падает Сейчас Возрастет Давайте Убираем Савральные Работы Пока что Что мне В первую очередь Нужно Нужно Конвертить Уголь То есть Вот сюда Народ Раз Уголь Сплавы Уголь Погибает Но это Плановая Казнь И мороз Наступает Это значит Что мне Скоро Понадобится Ресурсы На строительство Так Печка Стоит Тоже Сталь А Стали Как обычно Нет Добыча идет Очень бойко 24 часа В сутки На разных Объектах Здесь можно Кстати Самоотверженный Труд Сделать Эффективность Повышается Там Не очень Высокая Степень Угрозы Да Травма Опасна Но тем не менее Это на будущее Лучше Подогрев Есть Кстати Он не достает Может мне Показали Что достает Он не достает Агитатор Давайте Лучше Сломаем И поставлю Поближе Надо уже Завершать Строительство Потому что Дальше будет Строить Очень сложно В таких условиях И надо чаще Включать Здесь уже Холодно И здесь Холодно Пока что Точечно Включаю Обогреватели Сейчас потребление Возрастет Конечно Дико Если этого Не сделаю Что по потреблению Угля Притык Уже Почем Обогреватели 300 Просто 300 Печки Конечно Рациональнее Использовать Заказываем Здесь еще Их 7 А нужно 10 Да 10 Хорошо Потом Переключимся На паровые Все Последнее Минимум Программа Минимум По стальным Сплавам Будет Выполненным А что Тим мешает Параллельно Взяться Уже Нужно Так Вентиляционная Пока работает Мотивация Норм Дорога Не проложена Нормально Ёлок Даже Перебор Включаю Печку Пожалуй Одну Чтоб Не надо Было Склады Делать Самоотверженный Трут Хорошая Штука Здесь Тоже Врубаю Его Здесь Надо Пункты Добычи Короче Отапливать Нужны Ключевые Вещи Это Пристани Санитарные Мастерские И Дома Ну Короче По блокам Будем Смотреть Чего Там Не Хватает Убираем Рабочих Убираем Самоотверженный Отправляем Сюда И Лес Все равно Скапливается Посмотрите Отправляем Подпевает Сейчас Сделать Пару Тройку Складов Пока Не так Холодно Что Дальше Будет Сложнее Сделать Так Так И у нас Уже Есть Следующий Тир По Постройке Генератора Два Грейда Интегрированный Вентиляционный Поставляет Постройки Еще Одну Вентиляционную И Фильтры Потребление Снизится На 15% По идее Здоровье Это Механизация Медообслуживания Недалеко до этого Здесь Ничего А по Отоплению Вот Скорее всего Улучшенные Расход угля Для печи Для основного Источника Обогрева Будет снижен На треть Но нужно Для этого 80 стали Можно Пока Подкопить И сделать Термоизоляцию Больниц Мне не хватает Как обычно Стали Все равно Столько Голодных Но Пайки Уже Есть Нормально Будем Самоотверженно Делать Нам Нужно Очень Быстро Это Доделать Точнее Не самоотверженные А Паровые радиаторы Ну Сталь На полную Работает Да Сюда Нужно Побольше Народу И Опасно Опасно Меняем Холодные Дома Обогреем Часть Домов Вот Это Проблема Потому Что Уже Сейчас Нужно Ставить Обогревателем Так Я не помню Да Печь 10 стали Нужно Радиус Видите Какой Печки Нужно Ставить Так Чтоб Оно Прям Задевало Все Блоки И Пока Не Стало Слишком Холодно И Поздно Стали Не Хватает Там Уже Холодно Разойдись Мы Домой Едем Принеси Нам Ладно С дороги Ублюдки Не толкаться Я инженер Пожалуйста Пропустите Последние Корабли Последние Корабли Готовятся К отплойте По бдительным Присмотрам Ополченцев Группа Отчаявшихся Людей Атакуют Пристань Они не Остановятся Если мы Не применим Силу Пострадает 5% Рабочих Инженеров Недовольство Значительно Вырастет Выплывают 15% Рабочих Инженеров Мотивацию Падет Блин Мне люди Это Нужно И сейчас Недовольство Значительно Вырастет Ладно Ладно Пусть Уходят Мотивация Хрен С ним Так Здесь Древесину Запасаем Добейте Чтобы в дамаг Была температура Ниже отметки Приемлемо Прохладно Прохладно Строим Строим Раз Два Три Четыре С уже Там Знуж корабль У нас Кончается Сталь К счастью Появился Новый Источник Один из Плюсов Ледостава Возможность Добраться До Знужного Корабля По льду Мы можем Перенести Оттуда Металлолом Но людям Придется Работать В экстремальных Условиях Там кораблик Помните Вот это Сталь Так Как там Дороги Прокладывать Как добраться До него Вообще По льду Ну там Холодно Тысяча льда Я не могу Ничего там Построить Воооот Еее Хорошо Но нужно Уничтожить Эти елки Так, как бы мне это сделать Я же могу просто построить Раз, два Удаляем, удаляем Удаляем, удаляем Сможем протянуть туда Сможем Да сделаем там печку Сразу же Я сначала в пункте добычи А, только так я смогу Раз Два Три Не знаю, как-то так что ли Отличная там улица Про музыка такая еще Ё-моё, на финалочку Ну и тут последние дни Неудивительно Так, и Печь Сразу там бахаем На четыре не достает Давай с трех пунктов добычи Начнем Пятьдесят восемь голодных людей Чё-то стали не хватает Здесь как бы нужна И там нужна Ай Везде нужна Это что такое серьезно точно корабли же больше не придут ее пресс это вы издеваетесь последний уголь трындец а как же мне тогда выживать здесь и еды нет судя по всему все это время я должен был заготавливать еду что по скаутам скауты все уже все все еду вытащили пабджейн 20 мин нет какой пабджейс опыт еще с ума сошел но у меня нет источника еды мне нет и запасов еды и если я знал что меня ждет вот такая хрень никаких тут теплиц ничего нет насколько я помню улучшенный причал у меня но я через два-три дня умру просто самое обидно что я не так это не надо здесь попробуем самоотверждение 24 часа в сутки сейчас только сталь корабли нет разбираем причал 1 разбираем причал 2 разбираем причал 3 самоотвержденный труд балочки капец мне нужно еще двенадцать этих сделать что ты говоришь что у меня а еще не до порта вкладывали дорогу а то всюду ушли людям они одновременно со всех мест еще больные короче первая задача это сделать как можно быстрее добыть стали сделать чтобы употребление угля у меня к живем что здесь мы остались одни мотивация будет по лагере востребилась довещая тишина последний корабль и шел больше не заряжена поддержки теперь мы сами по себе все исследовано лагерей нет казнь врага народа началась настоящая вера сегодня казнь меня шутков заволновала людей осужденный член профсоюза представители совета рабочих информатора ополчения который разоблачил многих реакционистов предателей его заставили застали спящим на посту и осудили за то что он чуть не устроил пожар своей трубкой предсмертельно выкрыгивал ваше имя умолял спасти твари добро у меня еще леса нет да давайте печки пока останавливаем ничего тут не работает я надеюсь не работает штампуем по полной программе закидываем сюда инженеров инженеров пытаемся больных разместить еды уже почти нет добываем добываем разбираем 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 стальных очень много строительства эту штуку тоже надо разбирать телеграфную станцию не разобрать сейчас у нас будет сталь может быстрее нужно сделать оставшиеся паровые генераторы нужно много голодных очень много а есть закон о том чтобы есть людей хорошо что не взял похороны за счет компании мне еще обещание обогреть людей для этого нужно хотя бы один одну печку поставить здесь сколько нужно домов а поддерживать то есть мне нужно просто поддерживать гражды власти с наступлением холодов люди все сильнее беспокоятся о нехватке еды поступают жалобы что полченцы злоупотребляют сложным положением при распространении пайков ставить себя в начало мотивацию пойдет пофиг недовольство мне нельзя повышать сейчас самоотверженно тут паровые радиаторы делаем еще нужно 6 штук закончились станцию переслушайте у меня же сейчас появится почему они не могут никак достроить дорогу чего там не хватает он где где почему он говорит что дорога недостроена зеленый 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 а мне нужно два еще кожуха собрать не нереально забейте я только сейчас увидел что мне нужно два кожуха забабахать я не понимаю чё с улицами не так подскажите пожалуйста чё чё ему не нравится как вы думаете не довел дорогу до куда она типа по давай так ну вроде рядом идет но не доводится да ты к и к 82 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает добрый вечер михаил добрый согласно гость 15150 69 у изделий с маркировкой ухл 1 и х л 1 нижнее значение работы составляет минус 60 а предельная рабочую минус 70 согласно гость 51 1617 2000 в жилых комнатах квартир в холодный период года должен нет собираемых ресурсов в радиусе то есть мы не можем короче хоть эта хрень и подсвечивалась но мы не можем собирать просто так с пункта добыча понятно опасное лекарство сэр один из рабочих выполняющих роль врачей перепутал лекарства и отравил пациента двое скончались мне очень жаль их начитанное дело все по рецепту честное слово затем по лесу пробегает тень может это инженеры подмене рецепт чтобы выставить нас дурном свете эти вас немножко упадет очень страшно я только-только вот доделываю и у меня стали нет . этому моменту понятно что нужно делать очень много голодных людей они будут умирать поехали будем круглые сутки вытаскивайтесь сейчас доделываются и пошел первый термокожух их должно быть 2 вода тут еще и производство нас классным производство опасное самое главное что мне тупо не хватает ресурсов я должен был заготавливать это в первую очередь еда сталь и уголь сейчас меня будут съедать просто съедать вытаскиваем еще рабочих пока живы давай-ка так самоотверженный правда что-то слишком жестко выходит не сможем мы накормить к сожалению никого уже недовольство возрастает я только первый кожух кое-как кое-как сталь закончится 200 сталь закончится 70 на этом баньки отключаются еще не нарушен мотивация падает недовольство растет риск понятно не обогрел видимо я на уголь закончился и все о людоеды голод всему виной так а может продержимся одного из наших людей поймали ночью за кражей части тела у свежего трупа похоже он не первый раз охотится за человечное что делать казнет следующим казните его а как его можно судить то в общем как его можно осуждать хочу мне нужно еще 20 паровых радиаторов сделать и мне нужно дофига угля которого у меня уже нет да я жгу в печах да можно конвертировать лес но что-то мне подсказывает что-то мне подсказывает капец мы еще замерзнем сейчас трендец мне еще три дня нужно делать только один кожух что все голодных слишком много блин короче да тут несколько вариантов я там раньше косячил понятное дело скрипты не знал в том числе но самая большая проблема с тем что к финалочке ты вообще должен подходить с определенным количеством ресурсов о тут у меня еще 300 дерева есть ха не да сейчас люди просто умирать будут есть у меня 201 человек остался никаких исследований понятное дело плюс надо вытаскивать наверное вот отсюда людей вытащим и куда? а в печке просто в печке начинаем конвертировать лес в уголь сталь 170 220 а мне стали не хватает просто надо разбирать конечно что-нибудь потом отправлять сюда сейчас казним на старте кого-нибудь капец больных и голодных уже е-мое да завтра с утреца будем разбирать вот это вот не нужно все правда это лес который тоже тебе не нужен мастерски надо разбирать пока люди живы мне кажется они все умрут с голодом по-хорошему нужно сюда уже людей ну откуда их брать или подчередовать отсюда потом сюда пока все равно основной прогресс тут идет о а нет ни в коем случае я думал поражать сейчас какое же тут опасное производство уголь на бане и на печке тратить нельзя а потому что нельзя мне его и так может не хватить на хотя 10 400 какая там интересная пропорция еще сталь нет мне скорее стали не хватит что здесь еще по двадцатке стали сколько нужно сделать 8 штук да то есть заделываем сначала здесь будем самоотвержены неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает еду о машине смотрю в стриме 20 минут назад думаю а не замерзает ли вода при сильном холоде да да короче недовольство возрастает больных очень много голодных еще больше мотивация очень высокая и холод пошел еще возникает вопрос мне включать эти все они включены собственно молодцы еще включим телеграфная станция в комфорте только твари мне нельзя тратить уголь не получается друзья не получается убираю рабочих докидываю сюда ну пошел уголек это хорошо стали вытаскиваем последнюю из двух пунктов ооо недовольство повышает риски забастовки где а где вообще могут бастовать а там кажется вообще никто не бастует так давай-ка а нет я не могу производить вот эти вот стальные профили просто потому что у меня вся сталь уходит пока на правые которых нужно еще 14 штук меня уволят скорее ну что разбираем что-нибудь поехали что-то у нас там произошло поврежденные леса обрушились прискорбные действия недовольство риск забастовки ооооо здрасте 109 процентов забастовка недовольство растет да мне пищевыми пайками тут никак не справиться здесь бастовать не могут народ бешенствует огонь на поражение мочим не сильно снизилась кстати вытаскиваю людей которые занимались лечением с больные начнут умирать демонтируем пункт раз отправляем собирать лес два три четыре склады зря построил кажись ой зря 14 14 база заготовок это только лес у меня вообще тут вдохновляющая речь стали не хватает здесь осталась соточка стали плюс разберем что-нибудь конечно но это не то объект до 45 дня типа дней еще шесть по динамике успеваем но проблема не в этом проблема вот в этом что люди сейчас очень голодных пол сотни пол сотни и они в определенный момент просто начнут умирать в больших количествах черт вот отличный интерфейс я не смогу сейчас подождите я выйду загружусь куда-то тыкаешь строк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает да нет ты не прав склады сгодятся чтобы трупы хранить пека пека-пека не, ну вот я не знаю человека который просто возьмет этот сценарий поставит экстрим выживание и с первого раза пройдет то есть там нужно либо такое дикое не знаю сочетание удачи скилла потому что каждый каждый ивент он может тебе запороть запороть эту попытку надо ресурсов больше полчат таких да это понятно что чемпионы все Радин Д3Р поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает тебе просто сейчас нужен чувак который будет читать репчанский типа такого как же похорошела ворку то при Михаиле Мишке Ремершуке Мимо борделя пройду хлопну бургер с опилками ой хорош хорош короче мне нужно сделать еще 9 паровых радиаторов непонятно из какой стали учитывая то что здесь всего лишь соточка да мы тут поразбираем пункты добычи тоже 24 часа гол тоже 24 часа гол собираем лес никаких исследований не проводится мастерски надо будет разломать чем раньше тем лучше они они правда сейчас болеть будут массово из-за того что я нет ладно разбираем раз два три четыре у каждой из них пять стали стоит поехали сейчас будет умирать 140 голодных и 50 очень голодных там кулачные бои проходят нормально а потом нужно переходить в литейку и там сделать еще восемь стальных сплавов восемь карл хорошо мне уголь есть можно даже перебраться туда чтобы как раз уголек сбагрить а я же могу и так заказывать конструкционные на один прожим остались можно одну конструкционную сделать чисто чтобы два прожима было ну это забей а здесь по 20 стали а не по 16 а санитарные стоили сталь нет только дерево ну понятно что станции перегрузки надо будет ушатывать и потом на корабле эти стали добывать пора уже мы отстаем на два дня от графика половину стальных сплавов сделали 50 здесь осталось а склад у нас стоило сплавать 10 стали там правда древесина заготовлена давайте на сталь пускаем единица в час охренеть скорость не угля хватает давайте включим включим что-нибудь в пабе умер человек сколько там нужно 25 то есть еще 7 здесь и здесь 5 5 карл 5 мне так нельзя было делать 1d3r поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает в мире фростпанка своя собственная религия основный постулат гласит кто будет плохо рабовать бастовать жаловаться и не поддерживать босса попадет в следующий трой там радиатор бах на себя все-таки печка я не могу подогреть этот объект я не успеваю сейчас все сдохнут просто может дерево тебе не нужно не нужно насколько он тебе не нужно на намного убираем пункты добычи 8-9-10 еще три штуки нужно произвести а потом там достроить еще семь обморожение обморожение ну а кто ж виноват ладно я виноват наши локти уже заболели из-за обморожения 7-7 больных народ бешенствует пообещать перемены два дня у меня есть конечно два дня тут работа еще на неделю два дня музыка такая типа все до свидания разбираю еще один склад греть стройплощадку предлагаю за кого они меня принимают так последний стальной сплав можно сделать последний уже все разобрали санитарку трогать нет смысла а вентиляционный не нужно разобрали нормально сразу пошел процесс последний десятый сплав делаем а потом пытаемся еще 7 накопить в другом месте а тебе больше это не нужно разбираем тут же самоотверженный 24-часовой труд да и установка вторая тоже не нужна а зачем а это тоже не нужно успокоить людей два дня осталось ну вы слышите я эти успею сделать до того как меня уволят видимо голодные злые да у меня и так два дня увеличим конечно увеличим врать так врать врать и не бояться ой ой ай ой давай самоотверженный поехали что-то даже казни не помогает сколько там двадцать последний еееей стали хватило на последний даже балочки прижимаю правда толку нет каждый удар колокола это минус человек Ну, слушайте, я один кожух-то успею сделать. Может, с одним как-нибудь запустимся, а? Так, наверное, сталь не надо добывать больше. Что? Из-за бастовки. Нормально все. Закидываем в топку новых людей. Строг поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, когда я узнал, что это приквел к изначальной игре, то задался вопросом, куда подеваются все эти люди из здания. Ответ, похоже, найден. Минус. Ее мы сделали. И тут как раз по таймингу доделается последний паровой 25-й радиатор. И я могу, по крайней мере, заказать второй термокожух. Бах. Отправляем всех 24. Ударно прожато. Все строим. Два дня буквально, и все. На 10 часов отстаю от графика. Все нормально. Блин, а что с мотивацией-то? Ребят, ну чуть-чуть поднажать осталось. Я понимаю, что голодные, холодные. Ударненько сейчас поработаем, и все будет нормально. Откуда еще людей вытащить? А где они у меня вообще? Опа! Опа! А ну-ка! Ща как найду, народ. Опа! Работаем. Докидываю в топ. Кажется, врага народу. Мотивация возрастает на 30%. День 20 часов. Господи, я мог даже уложиться. Обогреватель включим. Тут холодно еще. Давайте-ка мы попробуем сделать печь. Мне кажется, она не достает вообще. Один день 7 часов. Что-то произошло здесь. Холодная сталь. Похоже, что уникальная термопроводная сталь, по которой мы использовали в строительстве, привлек непредвидимо по обычному эффекту. Пока генератор не пущен, он очень холодный. Некоторые работники получили обморожение, несмотря на рукавицы. Просто пробыв рядом достаточно долго, нам пришлось сделать не меньше семья ампутации. Добавляются коллеги. А у меня заканчиваются здоровые люди. День 12 часов, день 13 часов. И мотивация падает. И 30% бонуса нет. Блин, чуть не дожал, а? Можно было дожать даже в такой ситуации. 90 человек. Причем один из них сидит в пабе, другой в профсоюзе, остальные все работают. Агитатор? Да, у нас агитатор же стоит здесь какой-то из... рядышком. Вот здесь вот, конечно, бафает стройку. Но люди заканчиваются. Мороз в домах. Обогреем часть домов. Я обещаю. Мы даже опережаем график на 10 часов. Ребят, поднажмем. Ребят-то не осталось. Вытаскиваю из профсоюза. Ой, мотивация падает. Нет, возвращаем. Люди погибают. Осталось 90 человек. Один день, 10 часов. Но вот успокойте людей. Критичная тема. После этого меня уволят. У меня осталось 9-10 часов только. Не укладываемся. Колокол бьет по мою душу. Там 2 человека погибло. Низкая мотивация. А давайте я отправлю народ просто. Оп. И мотивация хоббстер. О-о-о-о! Стоило просто отправить трупы домой. Все. И ситуация стабилизировалась. Замерзший. Сегодня на работу не вышло 8 человек. Товарищ обнаружил, что они замерзли насмерть в кроватях во сне. Осталось 40 человек. С народу довольны. Мы не можем ничего сделать. Все бегать начинают забастовку. Нееет! Сделка с коллективом. О-о-о! Пайки завершится нам... Забастовка завершится. Слушайте, а может быть... Не-не-не. Забастовка завершится. Риск забастовки устойчивости. Риск возрастет. Мне надо подумать. Мне надо подумать. Забастовка завершится. Да! Вторая. У меня просто людей не останется через 2 дня. 17 человек. Нет! 7! 6! Мало еды! Кого-то казнили с утра. Мотивация все равно не подрастает. 5, 4, 3... Время до строительства генератора только увеличивается. Дикое. 2... Мотивация на нуле. Давайте запомним имя героя. Это инженер Барнабас Амондашам. Идет домой есть. А что ты будешь есть? Кто тебя ждет дома? Ну это, кстати, судя по всему, финалочка уже была. Вот это вот прогресс строительства. Это последний объект. Но я не знал! Я не знал! Что игра может быть жестокой! Все умерли. Конец. Снег укрывает мертвый город. Больше не защищенный теплом генераторы. Месяц за месяцем снежные заносы становятся все выше и выше. И, в конце концов, заметают дыру. И на замерзшей земле не остается ни следа города. Ну что, на самом деле, я рад, что так произошло, потому что можно сыграть принципиально в другую ветку. За инженеров. Потому что за рабочий класс понятно что. Там агитаторы, массовые казни. Точнее, не массовые, а показательные казни. Ударный труд, все дела. А инженеров я только кусочек смотрел. Поэтому выбираем сценарий. Последняя осень. Настраиваем сценарий. Выживание, поехали. Ух, собрались! Да. Да, вроде прошли игру. Ага. Да. Так, сразу принимаем... Не требующий... Ну, нужно к молильному побыстрее перейти. Но, по сути, я бы хотел... Начать с улучшенных пайков. То есть, мне не обязательно при этом... Ах, что-то я забыл, что нужно сначала подобывать стали и все остальное. Мне же пятерка стали нужна. А, они только-только на работу пошли. Так что я особо время не потерял. Ну, сейчас за инженеров будем. За инженеров. И сразу дорогу отгрохаем. Потому что есть у меня специально оставленные, свободные работяги. Жду пятерку на второй пост добычи. Делаем второй пост добычи. Это доделываем. Закидываем туда людей. И ждем, когда делать второй пост добычи. Последовательность приблизительно мне понятно. Собираем. Дожидаемся окончания дня. Готовимся принимать новый закон. Чем раньше поставим молильный дом, тем быстрее будет у нас расти мотивация. Тем быстрее мы получим бонус от 30-процентный. Важный 30-процентный бонус. Строк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Все еще такие энергичные и наивные. Приехали бабусиков поднять. Минус. Да, это, конечно, правда. Пройти сценарий за этот рай, Арктонс. 5К. Ничего себе. За этот рай. Так, надо внимательнее. Спасибо, Арктонс. Привет, тебе. Так, вытаскиваем отсюда 5 рабочих еще. Забыл, что мне не хватает на пуст добычи. Закидываем инженеров на исследование. Рашить вот вторых добычек стоит, третьих вообще не вижу смысла. Они там вдвоем довольно быстро все делают как надо. Так, сейчас у нас будет... Какие-нибудь таблеточки можно сделать? Репатриация похорона на объекте. Давай, давай, какие-нибудь таблеточки. И делаем базу заготовок. Исследуем. Сейчас запасаемся. Вид начинает болеть. Мы обещаем, что части людям предоставим жилье. Я думаю, что следующее уже моленье надо делать. Добываем, добываем, добываем. Самое главное это лес. С двух пунктов добычи, с двух куч. И, наверное, все-таки построю, чтобы не было у меня... Построю кухню. И постараюсь за сегодня быстро конвертнуть пайки. Чтобы не делать это ночью, не делать это там с мегабальными людьми. В смысле, голодными людьми. Этих же пятерых сейчас отправляем делать обычную еду. После этого исследование завершится. Наверное, надо приступать к строительству домиков. Мне еще бы санитарные отгрохать. Потому что есть больные люди, и лучше не запускать. Не помню, я по улице. Если так поставлю, не будет соединения между ними. Но вроде оно и не нужно. Вне зависимости от, оно отрабатывает нормально. Давайте-ка я уберу со стали 10 человек. Да, я хочу начать строить пораньше. Мне нужно сделать 5 домиков. Раз. Ну, чтобы выполнить обещание. Кажется, я напарываюсь на те же самые грабли, что были до этого. С тем, что мне не хватит леса. По окончании исследования. То есть, я не могу выполнить обещание. И при этом снарядить отряд. Поэтому сейчас мы заканчиваем рабочий день. Сейчас мы заканчиваем исследовать заготовки. Тут же делаем базу заготовок. Соединяем. И, кажется, как раз 30 и нужно мне. 20 или 30? А, исследование. Блин, точно. Лесопилка тут пойдет. Еще не поздно отказаться от одной. Хотя это могу склад. И склад, да. Можно будет демонтировать его. Закидываем инженером. Голодных кормим. Закон принимаем по молельному дому. И осапки его строим. Не сейчас, но завтра. Так, недовольство уменьшается. Освобождаем от работы. И отправляем поисковую группу на линии следы. Все, начинают лечиться наши бедолаги. Да, видите, леса не хватает. Если бы я не отменил эти домики, было бы похуже. И еда заканчивается. Ну, уже есть добытчики, которые... Мы знаем, куда они идут. Мы знаем, зачем они идут. Так, перепроверяю, что лес у меня собирается с максимальным приоритетом. 60 бездомных. Завтра мы делаем молельный дом. Хотя молельный в идеале нужно было сделать сразу. Сначала молельный, потом дома, потому что... А, хотя нет, он действует на тех, кто живет внутри. Да. Так, заболели опять бездомные. Мотивация падает и будет падать каждый день. Так, хорошо. Три часа доходит. И собираем мы лес. Собираем лес. Сейчас, думаю, может быть, выделить сразу же народ. Сколько стоит молельный дом? 30 древесины и 10 стали. Черт, может быть, я тогда и не смогу выполнить обещание. Мне нужно 20. Потом еще на лесопилке нужно. Хотя там будет демонтаж. Сколько здесь осталось? 18, 19, 37. И этот идет дальше до охотничьих угодий. Сейчас пытаюсь правильно приоритеты, блин, расставить. Убираю рабочих. Первичное выполнение обещания это безусловно. Поэтому выполняем его. Исследование лесопилки идет. Дерево закончилось. Оба. Дерево закончилось. Да, делаем молельный в этот день. Желательно так, чтобы он... Да, вот почти идеально. То есть, можно построить и дома вокруг. И он перекрывает все те же... Я не знаю, хватит ли мне... Хватит ли мне леса. А еще я демонтирую склады. Но не сразу. Сейчас пособираем пока сталь. Очень быстро. И демонтаж. Раз. И демонтаж. Два. Рабочих свободных много. Отправляю на стальное ядро. И остальные занимаются строительством. Леса, как вы видите, хватает. Лесопилка достраивается. И время принять новый закон. Сейчас с появлением лесопилок мы уже сильно не ограничены в плане... Давайте паб сделаем. Он тоже хорошо повышает мораль. Так, мы выполнили обещание. Маленький дом тоже готов. Мотивация растет и будет расти каждый ход. Каждый день. При этом... При этом... Ждем, когда доделается и две лесопилки будем бахать. Но... Да, скорее всего сегодня будем это делать. В конце дня. Но это нужно. Есть идеальное место для лесопилки вот здесь где-то. Да. Осталось только шесть. Доводим. Хорошо. И есть даже ресурсы на вторую лесопилку. Но... Да. Исследования не делаем. Вторую лесопилку ставим там, где есть уже улицу. Например, здесь. Потому что больше мне домов не нужно. Ну, так... Так много на старте. А вот от елок избавляться нужно. Поэтому инженеры идут отдыхать. Обещание выполнили. Молельные есть. Пап мы построим уже завтра, когда у нас будет лес. Нет крыши. 26 человек. Легко. Даем обещание, что предоставлю всем. Здесь экспедиция достигает охотничьих угодий и рассказывает, что можно лагерь сделать, чтобы получать еду. Приходится ночью достраивать лесопилку. Заранее отправлю туда рабочих. Что-то по сути это самое главное. И скорее всего будет построена еще третья лесопилка. Либо здесь, чтобы постепенно избавляться от ненужных елок. Нужно гораздо удачнее этот рай провести. Есть интрига, потому что я не знаю, что там по ветке инженеров. То есть рабочими все понятно. Вот. А по инженерам я не доходил так высоко, так далеко. Надо будет экспериментировать, тестировать и быстро реагировать на... Ну, вы поняли. Так, еще напрашивается третья мастерская, потому что больных может... Если все будем правильно делать, учитывая хорошую температуру, больные сейчас появляются исключительно от переработок, насколько я понимаю. Пока нет кокаина, пока нет плохой температуры, пока нет вредных условий на работе, они появляются только если ты загоняешь их. Поэтому, если ты не занимаешься строительством, там, авральным каким-нибудь в конце рабочего дня, вот. А, и если нет... Да, если нет крыши над головой, тоже сейчас мне подсказывает игра, что заболел бездомный. Мы от этой проблемы избавимся. Мотивация падает. А как же малинный дом, который по описанию, каждый день повышает мотивацию. Что-то вообще не повысил. Так, хорошо. Дом удовольствия. Кулачные бои. Поехали. Все для того, чтобы поднять мотивацию. У нас есть 10 свободных рабочих. Делаем, в первую очередь, исследования. Нас интересует в первую очередь пристань. Поехали. Дальше. Мне нужна еще одна лиса... Не факт. Скептик. Мочим скептиком. Повышаем мотивацию. Сейчас, погодите. во-первых, мне нужно сделать пайки. Это раз. Во-вторых, кстати, улучшенные пайки, они на что вообще влияют? повышают. мотивацию каждый день. Переходим на них. Может быть, дело было в пайках. Делаю большую часть улучшенных пайков. пять человек у меня свободные, поэтому начинаем выстраивать. Я обещал, во-первых, паб выстроить. Это раз. Можно с ядер людей убрать. Они в данный момент мне не очень нужны. Ну, чтобы строительство было поживее. Чтобы не работали они не поместятся здесь все равно. Один. И нужно будет поставить Ладно, лес у нас собирается? Собирается. мастерскую надо еще одну сделать. Видите, больных почти не осталось. В хорошем смысле слова это. Такое, но вообще начало классное, особенно если ты знаешь, что куда. И так все хорошо, тепло, никаких там диких сроков, угроз, казней публичных. Как мы до этого дошли? Делаем мастерскую третью. и на этом пока что останавливаемся. Лесопилочка работает. Здесь водились люди, сделали пайки. Следующий, скорее всего, будет закон у нас о баньке. Просто для того, чтобы ее поставить в нужное место. и а может ее сделать потом вместо лесопилки. Да, она не накроет. Хотя, может, и накроет. Джой, привет! сколько там нужно? Раз, три, четыре. А мне нужно четыре только домика сделать, все будет хорошо. И телес появился, благодаря лесопилка. Мы уже пошли строить. Папа строили, отправили туда человека. мотивация довольно прилично возросла. 20 человек заняты на стройке. Слушайте, я бы построил еще пост добычи, чтобы здесь сэкономить людские ресурсы и сталь добывать. мне кажется, нужна все-таки третья лесопилка пока временна. Чисто для таких целей очистки. Да, надо избавляться от леса в разных направлениях. Плюс по-хорошему у тебя должна быть лесопилка плюс одна. То есть, если ты упустишь момент, когда лес закончится, у меня такое много раз было, к сожалению. Вот. А ты можешь оперативно перевести в другое место. Так, люди голодные, но есть кого накормить. 40 человек бездомных, но для них как раз достраиваются дома. И пристань и сбор ресурсов. Это следующее. Ну, как раз завтра мы можно было уже сделать лучше. На самом деле, одного, если бы мы сделали пораньше мастер скук, к началу этого дня, мы бы успели сделать пристань. И она была бы уже готова. Так, обещание выполнено, мотивация растет. Но пока еще мы так, закидываю в паб для снижения недовольства. Один больной. Пусть пока работают полностью инженеры над ним. Есть шелесопилка, сразу туда закину 10 человек. Все равно есть свободный, как вы видите. ну и конечно же на пункт добычи надо заранее закинуть, чтобы это эффективнее добыча, чем собирать просто руками. Вернется через 4 часа, поэтому ставим заранее людей на кухню. Я надеюсь, что выздороветь последний. Сколько там осталось тебе? 3 часа. За ночь она оклемается, и я соответственно смогу инженеров перекинуть в третью мастерскую и ускорить процесс исследования. 6 часов утра, мотивация чуть-чуть подрастает, видимо, как раз это там еще дом удовольствия работает, улучшенные паки, и живут рядом с малинным домом ежедневный эффект. вон он. Сейчас мотивация упадет опять. Так, убираю инжа, закидываю его сюда. 5 рабочих только свободны. Еще 5 освободится, когда доделает еду. Но сейчас, в общем-то, наверное, нужно делать уже Т2. Да, заказываю базовую пристань и заказываю два пункта добычи. Но, по сути, я игнорю быстрый сбор. Металлоконструкции тоже не нужны. Делаю это для того, чтобы больше заготовщиков побыстрее взять. Ну, и там улучшение для лесопилок и прочего. Нужно 50 дерева, но дерево как раз у нас соберется в следующую же секунду, поэтому это небольшая проблема. Делаем следующее исследование. Оскорбленный инженер. Я сейчас типа за инженера. Давайте. Жалоба от инженера. Меня по ошибке поселили в палатку к рабочим. Поймите меня правильно, я ничего не имею против рабочих, но они довольно шумные и, как бы сказать, пахнут. Можно перевести меня к инженерам? Да, недовольство пусть возрастает, но мотивация вырастет. Точнее, не упадет, насколько я понял. Из паба вытаскиваем людей и начинаем строить пристань. И два пункта сбора. Вообще, чем раньше я отгрохаю пристань, улучшенной пристани, тем будет лучше, потому что мне нужен запас, и в определенный момент просто перестанет работать этот, по сути, бесконечный источник. Короче, елки мы добываем лесопилками, а все остальное, сталь и уголь, добываем исключительно через пристань. И нужно будет прям вложиться, вложиться в это дело. Так, эти доделали, тоже отпускаем и начинаем строить посты добычи. Начнем с одного. Да, я не помню там как. Я бы оставил тут под мастерские, потому что если мы будем играть за инженеров, у них тут будет прям своя вотщина. три лесопилки работают, больных нет. Окей. Я думаю, может, это второй пристань, но сейчас мне в таком количестве не нужна сталь. Можно, конечно, сразу оформить пристань на уголь. Все равно его придется добывать либо из куч временно. либо оттуда. То есть, для чего сейчас это добыча ресурсов? Надо подумать. Второй пост добычи делаем. Вот третий пост добычи на пристань это уже не очень рационально. Мы ее заряжаем на сталь. и нам говорят о том, что телеграфная станция ее нужно делать АСАП. Телеграфная бесполезная, поэтому мы ее делаем тоже на отшибе. тут нам притаскивают первую сталь. Черто, что-то у меня нет. А уже заканчивается день. Нет, ладно, добывайте уже. Телеграфную можно позже сделать. Пофиг. Все, и пошли добывать сталь. надо сейчас на пристани акцент делать на самом деле. И на ядра. О, слушайте, а может быть реально телеграфный на ядрами конечно генератор не построим. Но кажется здесь есть механизация. То есть и санитарка может быть механизированный и возможно автоматизированные пункты добычи есть. Надо посмотреть ветки. Ирбис в этом трое как раз заинжей, потому что с рабочими у нас чуть-чуть не получилось. Я почти справился, но живых людей к сожалению не осталось. А так все было в общем-то неплохо. Так, лесопилка 200 осталось 660 здесь 370 5-й день. Посмотрим, Малельный вроде работает. И телеграфная станция. На старте конечно хочется инжей сделать. Взять. Потому что потому что это инвестиция. заказываем инжей. Принимаем закон. Вечерняя служба. Это мне может сейчас помочь временно повысить мотивацию. Ну и перейти через рубеж 30%. Чтобы все работало лучшим. Что еще? по кд надо заказывать поставки. Просто по кд. Тут такое количество рабочих точно не нужно. Лучше на сбор определить. Лучше вообще в пабах. Он уже правда не закрылся. Ладно добываем сталь. убываем лес. Сталь нужна. Я думаю, что даже надо перекинуть часть людей на сталь. Надо бы построить завтра пару мастерских. мастерских. Потому что 10 инжей приедет. Лечить мне некого. Соответственно я очень надеюсь, что молельные справятся. Мне кажется, что нет. Мотивация падает только. шахтный ствол. Там мне рассказывают про то, уже можно с генератором конструкционные профили делать. Дальше, дальше, дальше. еду сейчас притащат. А мне уже неким работать, понимаете. Так, доделалось исследование. Варианты. лесопилки топ-1. Как раз сталь собрали. Мне даже рабочих не хватает, чтобы тупо мастерские сейчас построить новые. Мне надо из лесопилок вытаскивать людей пока что. И выстроить две мастерские. не нравится мне что я делаю. Стали не хватает. пять человек работает. Убираю отсюда инжей. В смысле рабочих. Сталь добываем. Ну и тут скоро освободятся рабочие. Десять человек. Стали осталось единичка. ядра даже можно не так отчаянно собирать. Да. Хорошо. Я чувствую, что здесь уже есть варианты гораздо более оптимальные. Ладно. Вот тут не справляются видите людям. На разгрузке не справляются просто. Так мастерская готова раз. Мастерская готова два. Через пять часов нам доставочка придет. А леса видите с запасом все равно. Ладно давай тогда убираем с добычи. Ну нет лучше под конец дня вообще никого с добычей не убирать. Потому что они потратят пока время ничего не добьются. Текущих обещаний у меня пока нет кроме глобальной задачи. А вот следующий заказ скорее всего у меня будет на работяк. Или все-таки попробовать прям жестить снежами. Во-первых непонятно куда мастерскую ставить. Шестую. Тут елочки. И от них нужно как-то избавляться. в идеале но заказ лучше сразу оформлять. Без рабочих не обойтись в любом случае потому что инженеры значительно дороже там два к одному. Давайте заказываем работяк. И я не продумал момент видите с домами. Казалось бы базовая вещь заказал людей сделай дома но нет это может мне вылиться в болезни. Закидываю на кухню да вот уже заболели но возможно это не из-за меня кстати возможно это новоприбывшие такие довольно часто бывает проблемы с жильем уже решили четверо больных в результате получили мотивация только падает а уже седьмой день начинается как-то мне повезло в прошлый раз давайте опиумы под это самое подмешивать будем нет лучше пусть лечится доделаем улучшение лесопилок хотя казалось бы зачем да ну я наверное буду уже вот смотрите завод металлоконструкции с одной стороны позволит нам не строя складов начать уже потихонечку конвертировать лес и выполнять план с другой стороны эти товарищи могли бы ну это это сила живая могла бы пригодиться мне на то есть я могу раньше сделать станцию перегрузки которая работает по соотношению к этим пунктам эффективней плюс есть еще быстрая разгрузка вот это вот ресурсные грейды по сути у лесопилки не так много улучшений паровые понятное дело там радиус понятное дело но ключевая ветка для ресурсов моя вот это останутся перегрузки дальше 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 продвинутые улучшенные оптимизации заготовок до которых я не дошел вот но чтобы не париться в плане общего прогресса это не должен ты должен сначала наладить а подожди подожди какой смысл у тебя у тебя более быстром выполнении ну основного строительства так скажем будет если что запас там скрипт на 70% с одной стороны но будет запас не подожди подожди вообще какой общий принцип общий принцип ну раньше делать грейды раньше делать грейды на на добычу ресурсов вообще ты хотел больше заготовщиков делать вот больше заготовщиков тележки для сбора это вот а дальше форсировать не будем вот хорошо это поможет поможет да поможет мы тогда причал долгое время строить не будем на еде на текущей короче заготовщики заготовщики а потом станции перегрузки больше заготовщиков слежка для сбора одинаково люди пока нужны давайте тележку сделаем и там и там по сути 50 процентов просто эти 50 процентов не фух еда только пришла давайте хорошие пайки попробуем мотивацию поднять по законам какая-то беда у меня мотивация не очень высокая прожать пока не могу кулачные бои баня репатриация ну либо кулачные либо баня баня пока не готов кулачные не требуют оп это каждый вечер ааа правда кулачные снижают недовольство они повышают мотивацию неправильный закон неправильный так эти конвертировали еду что мне нужно построить можно сделать парочку домиков к нам приедут новые в любом случае это там не обогревалась не обогревалась то есть не обогревалась а доставала раз два доставала доставала шесть рабочих свободны добыча стали идет добыча леса идет полным ходом тоже исследования тоже идут да вот приехали новые инженеры они на лечении я не уверен что они могли у меня так быстро заболеть как правило если приходит большое количество людей новых у них там сразу проблема они и голодные и болеют так мотивация немного недовольства мы конечно работаем на мотивацию друзья конечно же так давай-ка посмотрим динамику сто процентов да девять в час здесь что у нас идет на работу идет на работу идет на работу типа здесь тоже сто процентов да разгружаем девять а то есть у нас полноценно три пункта добычи нормально работает да лесопилки останавливаются увы что же делать там ну добывай сталь Михаил добывай сталь третий пост добычи и улыбаешься что еще ну и пусть строятся реально некуда уже складывать лес убираю убираю еще рабочих закину на ядра пусть может соберут и вот сюда все рабочие заняты никто сейчас не будет строить ошибка так готова тележка больше заготовщиков далее а кстати сейчас грейд на перемещение не влияет потому что так и так заготовщик базу оставил и он же не перемещается правильно так паровые закончились демонтируем ошибка вот все это ошибка друзья я не должен был сейчас заниматься демонтажом еще потому что сейчас мы словим опять больных а нет подождите охотничьего разрушения тогда нормально тогда перемещаемся дальше еще 9 работяг прибыл место для них есть я прожимаю мотивацию но не хватает не хватает это уже восьмой день напомню что был трай когда к концу шестого дня у нас уже был бонус то есть мы перешагнули через эту границу блин вот не достают они подсвечивалось как будто достают на самом деле не достают а новые больные а у меня санитарного пункта нет вот это уже ребята ошибки это уже прям такие хорошие ошибки идут youtube гоф сейчас этого я уже даже ледоколу не пишу что-то не так мотивация немножко подросла и каждый вечер у меня минимум по разу youtube падает так давайте попробуем поставить как я не смогу поставить идем дальше рыбное озеро тоже еда поехали доделываем исследование нанимаем еще охотников и я не заказал как хотел новых людей это будут тоже пока что это будут инженеры пять человек и на остатки рабочие так инженеров возвращаем добычу но тут мастерская не в тему стоит но хотя все равно причалы заменю потом и мы избавимся от так что нормально потерпим делаем хорошую еду и наверное делаем второй причал опа подвисло но иногда он оживает после этого так что не отчаиваемся пока что да нормально как можно раньше построить сбор идет здесь инженеров хватает двое больных всего лишь правда мне нужно каким-то макаром построить еще мастерский либо разрушая лес чего не хотелось бы давайте-ка действительно я поставлю заранее пристани нет в этом смысл есть в этом смысл сейчас тебе еще уголь скоро пригодится помнишь и лучше эти кучи угля вообще не трогать добывать пристани потому что те кучи угля до конца игры не да давайте здесь будем уголь собирать на пристани значительно проще играть когда понимаешь что тебя хотя бы приблизительно ждет так мы доделываем больше заготовщиков главное успеть да успеваем в рамках текущего дня это самое главное ну и дальше уже переходим непосредственно к заводу металлоконструкции естественно ставим сразу же вторых заготовщиков что кажется они не сильно мешали ладно так добрались до цели рыбное озеро и начинаем здесь ловить рыбу хорошо мы чуть-чуть только опережаем график но я стоп я не поставил лагеря нажал набросить лагеря видимо так освобождаем людей отработаем и делаем вторую группу которая пойдет к маленькому водопаду нет лучше наверное вот в эту же сторону нет 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 лучше в разные стороны лучше в разные стороны понятно что он там может наткнуться на еще одну добычу еды которая в данный момент мне не особо нужна но там время увеличивается если дистанция возрастает то есть мне придется тогда обоими в определенный момент тратить пару суток для того чтобы дойти до нужного места по законам я бы сделал баньку тем более что уголь начнем добывать мотивация немного вырастет и вот мотивация почти до до нужного уровня дошла но я не буду строить баню ночью не хочу чтобы люди болели здесь уголь выбран пока что тоже два поста добычи добавлю а потом будем переходить уже на автономные точки добыча так голодный есть но я не хочу отказываться ни от кокаиновых таблеток ни от этого пока мы не перешли через есть мотивация выросла вот это хорошо но это девятый день высокая мотивация 30% бонуса это очень хорошо иду нам принято ранен через 3 с небольшим часом часа 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 вытаскиваем из паба 9 человек начинаем строить потому что мне нужно сделать как обещал баню баню мы делаем хотел бы сказать на месте лесопилки но к сожалению я вообще вот так надо построить давайте демонтируем эту лесопилку временно двух лесопилок сейчас уже становится понятно вполне достаточно справа справа ждем разгрузки угля и можно наверное так через час придут а сколько у меня там по людям есть места свободные да еще 30 коек здесь делаем соответственно баню да она не перекрывает часть домов но ничего страшного и скорее всего восстанавливаю лесопилку просто чтобы избавляться от окружающих мне деревьев окей сюда отправляем рабочих видим что появилась куча угля и делаем рядом с ней посты добычи парочек всегда есть свободные рабочие которые занимаются исключительно постройками мы видим что еще больных нет прибыло 5 инженеров ооо у меня мастерского нет на инжей видимо придется рушить лес и это большая конечно проблема потому что может мне с другой стороны где-то блок построить рушу часть елок продвигаюсь дальше надо подумать над тем куда мне баньку мы построили мотивация еще растет не сильно кстати тоже бань добавляет мотивации здесь можно уменьшить количество рабочих на 3 потому что видите два пункта сбора и здесь пока на 3 лучше эффективнее собирать из постов добычи отправляем пока что в один ну и готовимся сегодня уже металлоконструкции строить мы опережаем график только на 2 часа так маленький водопад идем дальше каменная река достроили мастерскую там успеют даже что не поставил инженеров в мастерскую тоже так технология металлоконструкции что дальше что мне нужно эффективная добыча мне нужна мне нужна станция перезагрузки быстрая разгрузка это сэкономит количество рабочих которые сбагривают сгружают станция перезагрузки позволит мне бахнуть на текущие генераторы три станции и освободить при этом я не помню насколько она эффективнее работает но я думаю что надо делать в первую очередь станцию делать там третий причал и начать короче все ядра пускать а нет мне нужно одно ядро оставить для как раз завода же требуется для генератора не не требуется мы делаем его по квесту хорошо прожимаем кстати мотивацию не проживу не прожимаем убираем отсюда народ пусть добывают уголь оставляем кучи консервируем их две тысячи угля это очень много а это в двух разных кучах и у меня заканчивается лес между прочим не хотелось бы а да нужно же производить не час сейчас лес очень нужен друзья очень нужен лес и принимаем новый закон первое удобное жилье вроде недорогое удовольствие но мне нужно к этому подготовиться здесь поддержание жизни подписываем заканчивается день к сожалению больных нет голодные есть но не так много хорошо стали видеть уже набрали на будущее надо больше причалов делать нужны ядра возможно перейти да давайте заказываем ядро потому что планом не сделать пристани автономные и таким образом присутся получать исходя кстати из логики что на 30 какой-то день у нас не будет поставок может и елки тоже оставлять как нз то лесопилки это наиболее эффективный способ добычи дерева но платный плюс тебе нужно избавляться от какого-то количества елок просто потому что некуда строить так право неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает прости морг на так на пороге это да это очень странная тема с этим моргом больных нет пока не появится не хочу инженеров дергать потому что могу забыть переходим на обычные пайки и убираем еще наркотики не помню что конкретно дают кокаиновые таблетки not bad завтра начинаем добывать лес и раскачегариваем кстати если убирать то с добычи вот отсюда здесь лучше оставлять людей они нам по сути в кучу складируют ресурсы и потом это то есть первично чтобы здесь было максимальное количество людей люди едят сырую еду не вовремя я сейчас мы до доживем включительная ломка мотивация упадет понятно видим эту проблему с переводом еды нет но через два часа будет так себе конечно все сейчас лес конвертируем конструкционные профили черт у меня нет людей баню может быть так пороги закрытая таверна делаем профилем да надо по другой логике здесь действовать здесь максимум всегда надо добычу на разгрузку максимум всегда а добывать это уже второй вопрос и желательно вот чтобы не понял а лимит хранить какой лимит хранения а тут не бывает больше вот чем дело понял тогда извините был неправ то есть куча там максимум 270 жаль вопрос о безопасности повыше безопасность так ну что технику безопасности прошлый раз делали можно попробовать короткую смену сыграть я и практически не пользовался но если через повысить ее эффективность то может быть и получится так выбираем мы короткая смена и авральная работа и так не сочетается вообще техника безопасности в этом плане конечно по понятней ладно попробуем так интереснее будет короткая смена пошла мотивация возрастает добиваем еще мотивацию через утреннюю службу и тут пока загружаем пока работает сейчас будем станции перегрузки делать быструю разгрузку тоже было бы неплохо сделать по постройке генератора вентиляционная но она не нужна пока с не сработает скриптовый и вент поэтому наверное я просто быстро разгрузка и попробуем сделать на пару ядер станцию разгрузки правильно да раз и 2 соответственно убираем демонтируем такие вообще но это типа сэкономили рабочих на этом будет посмотреть тут не хватает деревом где все люди не лесу не хватает просто а там 25 из то что они дорогие ну из-за того что исследование сделал там потом по двадцатке будет и пять больных у нас определилась давайте сразу и будем лечить не будем испытывать судьбу переводить на короткую смену имеет смысл три ключевых объекта которые занимаются производством что так вылечить зараженных я это помню и тупо не хватает людей на демонтаж и не хватает людей на добычу лесом убери отсюда пять человек эти травма опасно объект можно сразу кстати перевести на короткую смену так через три часа приду при одной ядро на это как раз для для разгрузки но уже наверное я не буду прямо сейчас закидывать сюда народ в конце смены 2 достроился напрашивается третья пристань на мне всего одно ядро попробую через пристань и через ядро поиграть заканчивается работа надо переводить здесь на короткую смену точно сейчас люди покушают у нас видите очень хотели они есть давай переводим на чтобы условия на работе были нормальные пост добыча этот тоже убираем да еще на ядро и трое рабов рабочих извините мне рабочих не хватает я что рабочих закажу девятерых вот этих двух надо просто по десятке сто процентов добывать прям сто процентов так пищевые пайки забираем ресурсы поехали на железную дорогу завтра достроим конструкционные профили но вот эти заводы я думаю они должны вообще работать фоновом режиме постоянно пусть в щадящем режиме но то есть короткую смену но постоянно потому что эти ресурсы понадобятся на протяжении всех вас строительства поэтому закидываем сюда на стали закидываем сюда на уголь рабочих нет так все еще голодные айки уходят нормально мотивация хорошая недовольных нет чуть не заболел это все следствие это все следствие того что я строю черт знает когда нужно делать все днем нужно выделять как раз 10 там 15 20 рабочих сколько тебе нужно так что по труду стандартизация труда повысить эффективность на 10 процентов легкие недовольствия немного усилить создавать стандартизацию потому что мне не имеет смысла в быт лезть потому что мотивация так высокая а нужно повышать эффективность так этот железная дорога три могилы поехали хартон привет всем добрый вечер друзья игра очень погружает хорошо поэтому я где вам еще два профиля просто дым я выкину 5 рабочих из лесопилки отправлю на уголь и на разгрузку вообще с приоритетом нужно располагать рабочих по тем объектам где у тебя идет бонус по да но здесь лимит хранения так что лес тоже нужен сейчас отсюда уберем рабочих видимо с этого объекта готово начинаем делать шахтный ствол там конечно тяжелая ситуация быстро разгрузка сделали чтобы нормально делать шахтный ствол нам нужна вентиляционная установка у нас есть одно паровое ядро но без нее условия труда здесь будут не очень хорошие кроме того кроме того сколько нас человек 19 нормально придет 9 нормально это не трогаем здесь можно потихонечку конечно профили делалось но я бы возобновил нормальную добычу убрал бы инженеров потому что вылечились люди чтобы эффективнее и отправил бы сюда народ чтобы они покушали еду и следующий заказ у нас будет видимо тоже кстати что по мастерским мы можем сделать еще мастерские здесь ой шикарно тут для инженеров раздолье там разгрузки не мешаем кстати хорошая тема можно одну мастерскую сделать так плохая перемета подождем недовольство надо подождем я там там и не работаю в общем то в чем смысл уголь добываем ой слушайте а станции разгрузки хотя это уголь сталь пятерка да пятерка а добыча 13 хорошо лес можно конвертировать просто в профиль и скапливается лес бахаешь в профиле все не нужны никакие склады то же самое со сталью склады нужны только для хавчика на мой взгляд потому что хавчик те помогает откладывать или вообще отменять забастовки а также ну дополнительные какие-то действия совершать там обстреляем одного инженера недовольство оставляем инженера пофиг на недовольство естественно так ты достиг три могилы зверолов зверолов французов я не буду пытаться обманывать потому что можно потерять группу два человека больные все еще с вентиляционной шахты начнем строиться уже нормально здесь чем быстрее сдадим объект тем быстрее появится ивент на инженеров дополнительных с мотивация уже есть нормально работать но опять же производство должно быть с короткими сменами и так же плохо пока токсичности нет до завтрашнего дня начнем начнем с завтрашнего дня я прикидываю как лучше тут разгрузку надо добавлять людей скоро закончится так исследование это вентиляционная установка и ее желательно бы построить ночью причем вентиляционная не влияет на здание насколько я помню вокруг она просто уменьшает степень угрозы защитные конструкции снижают тоже дам рыбацкий санитарный не нужен сейчас наверное следующий тир надо открывать ради чего ради пара улица пилки не особо нужно продвинутая пристань тоже особо не нужна потому что ядра нужны заказывать ядра друзья надо заказывать ядра если я хочу через пристани сыграть склад скипы вообще можно конечно откинуться рыбачий рыбацким причалом и начать консервировать еду хорошая тема необходимое строение сейчас и нет сейчас вообще таким количеством инженеров можно не сильно задумываться о последовательности потому что все равно мы будем довольным так хорошо двигаться по прогрессу исследованиям никто представившись о нормально как лично хорошо все знают это поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает майкер ты пидор ебаный верни донаты по 10 рублей хуй сос а также я приказываю играть в рекре форджет фа также держу в курсе что твои модераторы хуй сос и все кто лижут тебе жопу в чате и боятся сказать правду тоже пидора я вас лебал в рот свободу бобром дало и лизание жопа тебе хуй вчера я обнаружил что на гудгейме есть отличная функция не так давно ввели с новой системой поддержки стримеров что можно сделать так что в чате не появляется тема там по рублю по 10 рублей товарищ который десятку закидывал и я сделал что соточки может только сообщение и вот она соточка соточка ап прилетела твоя мамки привет передавай тварь хорошо достраиваем все нормально рабочие пришли нужно заказывать новых либо заказывать паровое ядро я за ядро мне могут не так понять заказали но он прям оторвался пытался вложить эти 100 рублей все что у него было так пищевые пайки собираем но очень мало 28 всего лишь исследуем дальше короче нужно сейчас всех рабочих уже на на производство врубать вентиляционную установку причем врубать ее слушайте если если мы включим вентиляционную установку то как насчет работы в две смены техники безопасности надо все убрать техника безопасности может помочь так еда еще есть все в порядке тут короткая смена пока короткая смена блин надо все таки рабочих вытаскивать вытаскиваю из лесопилок это раз сюда нужно закинуть хотя бы четыре человека чтобы уголь у нас не закончился и видимо будем работать по укороченному пока что графику поехали заболевает линия секрет не подчеркивание совет поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает чем ангер к нам поступила информация что сбежал мутон с синдромом туре то не попадался ли он вашим бойцам нет больше похож на этого что у нас там по мутон то он хотя бы мутон этот очень странный товарищ так можно отсюда рабочих убрать сейчас первый приоритет довести до 70 процентов шахтный ствол потому что после этого как вы помните бабах вот поэтому я останавливаю работу завода металлоконструкции надо сделать пораньше третий причал именно поэтому я этот ядро то и взял третье ну что пошел прогресс мы как немножко опережаем даже график на работе вредно но я не буду врубать технику безопасности вредно это не страшно у нас короткая смена у нас вентиляционные установки работают так что добываем еще сталь на будущее добываем уголек пошло с по углю кстати уже угля не хватает видите вот для того чтобы установка работала нам не хватает угля при том что здесь здесь человек работает а это на короткой смене прогресс идет если я сделал сейчас просто третий причал мне не хватит рабочих чтобы нормальная он функция не ровал все-таки вместе с ядрами нужно заказывать еще и работников иначе непонятно к чему это все да мне нужно что здесь 50 человек работала причем с самого начала нужно чтобы здесь 50 человек работала больных почти нет 17 часов мы справимся довольно быстро так 1615 но это короткая смена еще что произошло что там произошло ядовитый газ на стройплощадке опасность ситуация нужны высокая концентрация безопасность снижается на один уровень не критично но неприятно я врубаю технику безопасности что здоровье работников мне сейчас критичнее чем так что у нас там по службе службы делаем забываем ага у меня еще так с одной стороны в правые ядра из забираем это очень хорошо настолько хорошо что я даже вернусь на стройплощадку два правых ядра это значит что я могу построить еще один более менее автономный причал сейчас после короткой смены мы пойдем мы пойдем дорабатывать и достраивать исследование же еще не сделал дурачок защитные конструкции нужны нет вот до оптимизации давайте следующий тир поехали ресурсы есть для этого и в лесопилочке надо поработать еще и построить еще один нет причал не нужно тебе нужно еще базовый перестанет поехали поехали что по законам техническое обслуживание в нерабочее время хорошая тема очень хорошая тема да возрастает недовольство на постоянной основе ну ладно с углем проблем завтра я доведу прогресс до 65 процентов и скорее всего остановлюсь а потом буду уже доводить небольшим количеством рабочих при этом желательно мне иметь о слушайте если успею остальные сплавы там что-то позволяет там либо меры безопасности хорошие если будут если пайки кажется не влияют на это дело ладно строимся пока что сейчас придет еще одно паровое ядро но после этого я скорее всего закажу работяг два паровых ядра мы только что обнаружили а вот с работниками у меня уже проблемы заказываем 9 рабочих еды не хватает пять человек сюда здесь на полную катушку здесь на полную катушку работает ну завтрашнего дня нужно опять пятьдесят человек прям прям сразу отправлять а тут завтра выделить людей еще сделать автоматизированный погруз хотя ради чего сталь добывается угля пока притык нахватает а рабочих не хватает следствием еще проблемы вот лесопилку одной отключать точно не буду пусть добывает а что буду отключать а все остальное выгрузку добычу выгрузку добычу как-то не прискорбно но да пятьдесят человек есть больных там я не вижу так что все хорошо и выгрузить конечно ради еды ну после того как сделают товарищи ну мы немножко опережаем график может реально если там газ будет повышаться угроз будет повышаться но и производство вредное 14 часов поехали заморить заморить голодом работягу и кинуть ребенка в топку ну слушай ну я делал это когда выбора не было там если есть ядро я кидаю ядро если нет ядра я кидаю ребенка и тем более это было давно и неправда так что зря ты на меня так наговариваешь ооо два ядра пайки и в общем притаранили огромное количество ценных ресурсов еще можно сделать причал конечно же конечно же 4 ядра еды очень много еще притаранит давай-ка не будем тогда а что будем а будем строиться то что ты сделал раз делаешь станцию станцию делаешь да рабочих очень мало так здесь прогресс 47 уголь закончился точно у меня же уголь закончился черт возьми что по законам она зато принят закон о техническом обслуживании так что нормально так увеличенная работа в две смены это увеличена это что до 14 часов недовольство работа в две смены 24 работа в две смены требует больше людей увеличенная смена не требует давай через увеличенную смену но пока я не могу себе это позволить потому что на производстве видите опасно вентиляция не работает а дотянем до но не факт тоже не хватает рабочих ё-моё убираем со стали занимаемся выгрузкой 56 57 чертёжные приборы это новый тир оптимизация металлопроката нужна нужна это полезно полезно мне сейчас продвинутая пристань это наверное топ-1 две одинаковые кучи нет не топ-1 правая лесопилка топ-1 поехали ну потому что лесопилок много людей не хватает надо повышать эффективность добычи а здесь я не смогу ну то есть продвинутая пристань нужна тогда когда ты все пристани занял и у тебя как бы ну уже не хватает а мне как видите людей не хватает а не вот поэтому чтобы сэкономить на людях капец опасно здесь какая ну а смена уже закончилась почти там уровень яда повысился еще все закончили давайте-ка пособирайте раз пособирайте два пособирайте три подбывайте там в лесопилочке здесь подбывайте в лесопилочке тут подбывайте в лесопилочке еще так не надо было делать профили а я же могу отменить и вернуть ресурсы и заказать уже со скидкой ох ох михаил еврей хотя нет это ошибка я же еще не исследовал улучшенные ну заказывай тогда эти какая разница всегда можно отменить так смена заканчивается мы опережаем уже на два дня график хотя укороченные смены все дела ну там будет авария там будет авария скорее всего либо я дожидаюсь когда снизится уровень угрозы но я не уверен что а подождите я же я не сделал конструкционные профили поэтому не получится сейчас прибудут еще рабочие пристань бездействует а-а-а-а это хороший вопрос что-то бывать сейчас мне катастрофически не хватает угля и я выберу уголь уголь я выбираю тебя там рабочих не хватает сейчас придут новые рабочие 3 часа и прибывает корабль один больной сразу его отправляем возможно сейчас кто-то восстановится но тем не менее накидываем немножко на разгрузку накидываем на добычу ну я хочу чтобы вентиляционная установка все-таки работала и пайки надо тоже будет сделать вот сталь тебе не нужна вот сталь тебе точно не нужна сейчас нужно чтобы еда была с запасом и чтобы уголь нормальные люди добывали да меньше не становится больных почему? опасное производство это единственное что можно и это последний пункт кстати заказываем заказываем еще рабочих а еще рабочих короткая смена да это все опасное производство это я вот доработал в плохих условиях с выключенной вентиляционной установкой и все так надо побыстрее завершить строительство но через пять процентов может сработать скрипт или ну в общем я наверное попробую максимально обезопасить себя мотивацию нет смысла поднимать короче сейчас нужно точно убирать с лесопилок потому что лес на самом деле есть а работать по центру некому что там происходит совы опять проклятые совы мотивация будет падать у меня нет 30 процентов надо подмешивать или принять закон на мотивацию блин удобное жилье двойные пайки для больных поехали и это не влияет блин ты бы прочитал что короче двойные пайки даю закидываю сюда товарищей 39 короткая смена еще не стартанули они и вентиляционно надо будет включить глупости сделал просто мог сейчас уже с 30 процентом стартануть не счет все плохо и безопасность я могу успеть не включить выбираю рабочих и давай максимум 67 включай не хочет 68 я могу пропустить не хватает убираю рабочих включаю все равно 69 оставляя 15 рабочих остальные возвращаются на добывать ресурсы есть не разгрузили еще уголек что там по пайкам опять уголь закончился и взрыв 15 человек там остались прогресс откатываем взрываем каверну недовольство возрастает собираем людей назад как же плохо то не хватает угля я не знаю здесь вроде как динамика там должна быть положительная но не справляются рабочие даем смену повыше попробую снова стартануть и закинуть туда рабочих никто не погиб по прогрессу откатились на 13 часов от графика отстаем так пищевые пайки лучше не надо делать как право лесопилка это хорошо что еще Гульную печь не хочу Оптимизация металлопроката И защитная конструкция Вот это первый приоритет Начнем с оптимизации И перестроим одну По крайней мере лесопилочку Ключевую вот эту вот здоровую Нет, лучше вот эту перестроить Непонятно кем Жалко, что я с мотивацией накосячил еще Так ожидает Горное озеро Можно поставить, чтобы отправлять еду Не буду пока ставить Я на горную тропу побежал Мотивацию увеличиваем Но не сильно Это помогает, конечно Здесь заканчиваем Работаем Строитель бастует Надо что-то делать Начать приговор Это конец рабочего дня Так, удобное жилье Останет закрытым до следующего дня Три дня удобное жилье Могут возрасти требования Они все равно не будут работать сегодня Давайте попробуем закрыть Нет, отвергли До конца следующего дня Ладно, удобное жилье Хорошо Опираемся на инженеров На этот раз Что у нас по инженерам Наблюдатели И внутреннее повышение Мне нужно удобное жилье Но тем не менее Внутреннее повышение Фабричная инспекция Пять рабочих станут инженерами Мотивация немного вырастет Наблюдатели Но это производительность Два поста наблюдателей Постонаблюдатель повышает Недовольство в ближайших объектах Но эффективность труда на 15% вырастает Работа под надзором 20% на 20 часа Риск забастовки плюс единичка А, и при этом они пассивно Еще увеличивают эффективность Хорошо Сейчас у меня задача следующая Понастроить Понастроить Домики Тем, кто бастовал Они и будут, в общем-то Строить Повышает безопасность На трех или менее С самым низким уровнем Пабричную инспекцию Можно бахнуть Ее можно построить Ну вот так я делаю Повышение безопасности Хорошо Давайте врубим баньку И начнем отстраивать Дома Готовясь к удобному жилью Тут напрашивается Вот такой ряд А леса-то нет Парову лесопилку Мы так и не достроили Да Не понял Вот, видимо, она Идет улучшение О, сейчас, конечно У меня будут проблемы Из-за того, что Очень много Нет, стоит график Мотивация падает О, бастует Дьявольский напиток Недовольство возрастет Паб закроется Вперед, ребята Надо возвращать мотивацию Мочим их Больных прибавляется Новые рабочие приходят Хорошо Пищевые пайки Нам не нужны больше И так кап Идет Желательно освободить Сейчас как можно больше Ну, хотя они и так Свободные Дороги, наверное, прокладывать Пока что даже не буду Достиг объекта Горная тропа Идем дальше След лавины Что-то стали нет Ну, понятное дело Что нет Удивляюсь Почему же нет Кто это сделал О, больные Резко Количество их сократилось Видимо, это Прошлая волна Но сейчас должны Добавиться новые А, плюс я Камеечки Еще задабривал Помним До 10 работяг Новых пришло И Голодные Но есть что поесть А что мне По жилью Один с коек Свободно Эти не работают Просто еще Раз, два, три Но придется еще Несколько коек Сделать Потому что там Вместо 10 8 Теперь будут Занимать Недовольствие падает Бонус пока еще Сохранен Но Так Оленье стадо Ржавеющие балки Ржавеющие балки Оленье стадо Это Поохотиться Можно будет Ну что Здесь возвращаем Товарищи На работу Стоп Я же должен Инженеров На инспекцию Отправить Мотивация Растет Немного Но тем не менее Вот Смотрите И уровень Безопасности Ой, да безопасно Серьезно А, там еще яд Скинулся Короче, давайте Технику безопасности Игнорируем И Делаем еще Нормальную смену Стандартную Да нет Все равно Угроза такая Серьезная Не, давай Все-таки Короткую смену Пусть будет Просто вредное Производство Они мне все равно В конце рабочего дня Необходимы Для того, чтобы А, слушайте Мне же нужно Еще сейчас будет На грейд На следующий Сталь Да подобывать Как это сделать Черт его знает И вообще На параули Сопилку Лучше людей Отправить Где же мне взять Сталь Сугля Вытаскивать Не могу Заказать Работяга Опять 12 человек Поехали Ну, порвали Сопилкой И эффективно Работает Но сталь Мне очень нужна Друзья Пофиг На уголь Давайте Сталь добывать Время На с разгрузки Раз Два Три Ну, я не смогу Ничего Нормально Так Девять часов До окончания Исследования А, у нас Пятнадцатый день Идет До восьми часов Если только Девять часов Успеваем Успеваем Впритык Ё-моё Так, что у нас там Больные есть Идет на работу На лечение Убираем 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 С этого Закидываем сюда Пытаемся повысить Эффективность Работает 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 Нет Работа Хорошо Закидываем сюда Оставшихся Да Вот это я Сейчас могу Налажать Ну Стали у меня нет Для того Чтобы нормальный Апгрейд сделать Можно подождать Конечно Немножечко И сделать Что-нибудь другое Или сделать Защитные конструкции Поехали Защитные конструкции Нужны Здесь отменяем Семь часов Не, не надо Ребят При запастовке Вы Отцензурируем Письмо Мне сейчас Это вообще Не нужно Черт Шесть часов Не успеваю Работает 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 Идет На работу Идет На работу Идет На работу Не успеваю Дедлайн 15 А 16 Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо тогда переключаемся на король да все забей короче до уходим отсюда собираем ресурсы лучше да у меня будет масса времени не хочу чтобы они болели завтра у нас будет масса времени до 3 часов 7 часов лучше так сарай хотя может быть и не стоило вдруг к не поздно не давай попробуем лучше уж сегодня постараться дотянуть пока высокая эффективность вдруг она упадет мнение не хватит этих часов я лучше так сделать майками будем закидывать закидываем пайками раз-два-с-три-с шесть часов до завершения еще два часа мы поработаем закончилась факло если мне нужен совет я спрашиваю совет его удивлен что ты как человек который банил миллион советчиков сейчас предлагаешь совет я очень-очень расстроен тобой очень расстроен очень совет не нужен дорабатываем последние несколько минут и расходимся а дальше короткая смена в погиб человек передозировка запрещаем кокаиновые первая смерть книгу законов да но мне нужно еще удобное жилье сделать непонятно кто это будет делать увлечимся тихонечко мотивацию упадет да правильность дождь и загнал сейчас завтра надо будет снова вернуться к проблему как освободятся рабочие то есть первый приоритет это строительство сейчас отдых и строительство новые вы заболевшие 10 и вообще там на 15 начинается уже следующий день поэтому я отсюда вытаскиваем инженеров на исследование угля кстати не хватает ее мая угля не хватает включая баню мотивация падает с восьми часов погодите 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 сталь не нужна уголь собираем уголь нам здесь не разгружают пытаемся разгрузить уголь отправляемся до рабочих с мотивацией беда ядра блин это риск два раза из трех мне прощали объясняем недоразумение честно прежде всего мы разъяснили колдущиковая ошибка на мгновение было непонятно рассердится ли опечалится мне два раза удалось подрезать два эти два ядра один раз вышли и вышли французы и нас мы замочили наконец-то закрыл грузбуху со ушел слава мерси чё-то не я не понял что он сказал я бы не стал им доверять так ну мы по-прежнему отстаем от графика и остается буквально несколько часов и тут огромное количество людей на лечении выбираем этих людей вытаскиваем их отовсюду из лесопилки два часа мы вроде укладываемся в притык типа в три часа дня это все закончится пройти этот рай до трех мастерских до трех мастерских до трех мастерских доделаем друзья это готово прибыл транспорт с рабочими следующий пока я не буду делать так без предупреждений но еле-еле так выключаем этот объект начинаем сразу добывать ресурсом нам нужно сталь нам нужен уголь нам нужна разгрузка какая-никакая нам нужно использовать сейчас все имеющиеся ресурсы для того чтобы башен и насосы конструкционные профили здесь а башенные насосы нам нужно еще выстроиться значит здесь делаем хавчик да технологии конструкции защитные что дальше либо машины цех либо вот следующие тиры и меры безопасности мне это очень нравится либо продвинутая пристань и вложиться сейчас от машины цех нам нужно ядро правильно на одно ядро но у меня два ядра есть я думаю что продвинутая пристань сейчас лучший из вариантов лети к позже да надо ресурсов вкладываться то есть копим двадцатку сейчас по стали с мотивацией проблемы я все не так хорошо мягко говоря рыбацкий мир надо построить чтобы не вытаскивать так вот сюда надо сразу идти на заброшенную стройку есть у нас хапчик запасы да есть бросаем значит эту этот лагерь и сразу идем к скульптуре там инженер ресурсы все-все главное инженеры далее далее двадцатка исследования закон удобное жилье и мне нужно сделать палатки так уничтожить ресурсы это плохо это могу просто уголь уничтожить надо жилье делать тут добываем так бонус фабричная инспекция резобастовки снизится эффективность повысится а мне это нет ну и лучше эффективность конечно потому что бастовать центральные объекты сейчас не могут лучше лучше пусть они если действуют на другие объекты лучше чтобы там поработали этот есть собирается гад надо сделать еще одну пристань и там рыбку начинают добывать а это кажется даже не делал рыбацкий да не делал рыбацкий может нет сделал причал тогда ок тогда мы пилим сейчас рыбацкий причал может он тоже закончится да в определенный момент а лучше иметь возможность там доставлять экспедиции они есть не просят в том числе кхм черт мне опять стали не хватает отменяю строительство дождусь сначала некто представившийся как тот самый бобр который замерз по пути в столовую поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает я верил что у нас все получится но ты забыл попытки и я на последнем вздыхании пишу тебе это письмо так удобное жилье есть мотивация растет и появляются бездомные но на самом деле как раз достроиться хотя мне нужно сделать еще дома потому что пока есть кому работать лучше строить лучше строить лучше строить так ну что же день заканчивается я прожимаю мотивацию но так проститутки проверены это очень радует так а что еще профиль надо потихонечку делать в короткую смену сто процентов мне три завода должны три завода должны постоянно в фоновом режиме делать как я уже говорил ключевые темы это конструкционные профили стальные и паровые сейчас доступны конструкционные и паровые вот их мы как раз и будем делать так закидываем снова в людей пайками включаем баньку что уголь есть не на все распространяется как видите баня это мы отстаем уже от графика на 8 часов но продвинутая пристань соответственно добавим добычу стали угля лисопилка кстати завтра уже все надо перестраивать будет в начале дня лисопилку так этот исследует еду но я бы не стал вообще эту еду тратить оставил это на черный день как на черный день если у тебя сейчас даже еды нет миши давай чуть-чуть потому что я не уверен что справлюсь у меня запас по еде нет пристань я не сделал еще так ставим лагерь и добываем здесь еду ну хотя бы одну две ходки сделаем люди заболевают лучше пайки выдавать кстати в под утро то есть когда уже пройдет вот эта вот ротация когда новые пришли они заболевают в одно и то же время и да мотивация падает это плохо я не достроил дорогу здесь надо срочно строить пристань арбатский причал не хватает и и грейдит лисопилку пошел рыбацкий ой тут не заказываю не нужно было заказывать там нужно было переделывать лисопилку на паровую 40 стали класс пока не можем отправляем а тут не осталось ничего еще здесь добываем это демонтируем возвращаем частичные ресурсы выбираем рабочих отсюда и радует что мы сталь добываем уголь добываем так а по книге законов я ничего никому не обещал только кокаин не раздавать но я бы пошел в наблюдателей это повышение мотивации пост наблюдателей и ставить их рядом с ключевой добычей в первую очередь на пристанях чтобы и сбор задевать и разгрузку задевать здесь вот так это точно стали не хватает и второй поставим здесь и на разгрузку и на вы поняли есть демонтаж лесопилки как же стали не хватает но я делаю продвинутые пристани как раз у нас будет возможность поставить будем ли мы заказывать рабочих ядро вот что хочу сделать надо было это раньше сделать природная скульптура полевая кухня речи поддержал на 300 рублей сообщает нужно больше золота рад тебя видеть привет и хорошего стрима спасибо большое тебе привет так надо выстроить лесопилку паровую я ее буду выстраивать здесь чтобы избавиться от леса паровая лесопилка максимально и подвели так группа людей осуждает ваше решение принудительных медицинских обследований в проститутку так мне нужно недовольство поднять а мотивацию не трогаем так дальше еще нужно поставить а может быть сталь даже подкопить 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 сталь убираем инженеров делаем исследование но я не смогу сейчас улучшить принцип а хотя нет она же нет надо ее сначала улучшить потом еще пост добычи бахнуть либо обходиться полумерами выгоднее поставить рядышком хоть это уголь который мне не нужен перепрофилировать пристань пока не поздно в следующую ночь только смогу это сделать да сталь сейчас важнее мне нужно перепрофилировать пристань отказываемся от угля отказываемся от угля черт пусть строят я просто без стали не могу делать исследования соответствующие именно поэтому делаю какую-то фигню типа улучшение санитарного пункта а продвинутая пристань стоит 20 сталь не так уж и много кстати надо как только мы получим необходимое количество стали ее сделать день заканчивается продлеваем еду все жесть стоим от графика не справляются с разгрузкой то есть наоборот с разгрузкой справляются с другими вещами не справляются 20 стали не успели набрать у меня стали важнее данным на данном этапе было чем угли и зря я конечно короче переключаемся здесь на сталь рыбацкий причал полевая кухня и участок тот самый квестовый с инженерами и ингредиентами еда дает дойдет через 13 часов правильно сделал что решил потом надо завод исследовать будет включил продвинутую эту смену рабочим а пока я здесь не добуду уголь бестолка будет плохо что до мотивации не натянул а почему недовольствуем избавление от трупов я не сделал исследование похорона ооо как полезно смотреть на мотивацию это колоссальный минус кстати колоссальный собираем выживших ядра и возвращаемся домой мотивация минус еды нет перестраиваем присталь все дерево нужно лесопилку людей на паровую пошла продвинутая присталь тоже добываем сталь сталь и надо перестраивать еще одно видимо хотя нет я думаю что хватит уже ой беда надо пост добычи еще сделать один не могу пока дам и производительность поднять то есть нам нужен труд пост наблюдателей где-то вот здесь вообще их нужно поставить во всех ключевых объектах по центру лесопилки разве что не стоит трогать здесь определенно нужно поставить его там все еще елки что ли так у нас есть 15 человек которые в общем то могут могут заняться стройкой леса очень мало нужно еще профили делать он тиграл короткая смена короткая смена надо изготавливать голодные люди еще что-то про морг вообще забыл очень много нужно строить всего не хватает рабочих рук сейчас придет еще 8 человек так и бас забастовочка дэм закрываем весь день выходной да у меня даже с едой беда как вы видите из-за того что люди здесь не работают что идут на стройплощадку но со сталью как вы видите уже получше стало все пайки нужны забираем и тут же до кладбища не было пора улучшение санитарного пункта сделали пора делать машинный цех как никакой пути что мы уже на два дня отстаем от графика и надо заказывать новых людей ядра не нужны рабочие нужны так инженеры новые пришли же дэм или нет нет но придут нужно еще парочку мастерских здесь тоже пристань продвинутую сделать а я же инженеров не послал на вышку она по факту не работает довольство возрастает но продуктивность тоже увеличивается здесь собираем еду кое-как так пайки мне дали возможность немножко перекантоваться и день пролетел вообще незаметно е-мое как так повышаем мотивацию следующему пытаемся сделать морг и желательно по отстроить сейчас молильный дом где только непонятно потому что он перекрывает мне лучше вместо лицопилки его сделать она вообще не скоро закончится естественно проблемы нет со сталью пока что тоже ждем инженеров достраиваем ага достроена пристань и делаем еще один обещание выполним мотивация растет но не сильно мне нужно еще пост наблюдателей второй достроить то есть сюда инженера докинуть не буду я тянуть с этой задачи готово и вот на тот нужно тоже инженера но недовольство возрастает да с каждым вот таким вот и повышается шанс вероятность забастовок очень сильно очень сильно не знаю как с этим бороться голодных вагон еще приходят инженеры для них есть мастерские этого отправляем дальше исследовать местность самое главное избавление от трупов сделать хотя вроде не влияет на мотивацию влияет на недовольство и тут построить еще один пункт разгрузки и эту пристань тоже бы проградить хотя там стали со сталью видите проблем нет может быть даже на эту пристань обратить внимание потому что уголь скоро нам понадобится в больших количествах да и сталь в общем то тоже блин недовольство растет а что у нас по сверхурочной работе давай-ка снизим недовольство уберем сверхурочную работу потому что пунктов у нас добавилось и добыча соответственно будет хорошая очень голодные люди ждем утра блин я могу не дотянуть до утра недовольство продолжает расти управляем инженеров лечить больных да и не успеваю или успею 6 часов начинаем раздавать еду есть недовольство падает мотивация правда тоже мы сейчас начинаем кормить людей доделываем голодных становится все меньше и меньше какая у нас динамика по еде это вообще с легким запасом на обычной еде эти бастуют ну сейчас после того как доделается машинный цех мы его ставим сразу же и начинаем уже целенаправленно строить объект потому что отстаем от графика на 3 дня надо не забыть мотивационную вышечку здесь поставить желательно сделать это сейчас так убираем рабочих с лесопилки ненужный строите нужным хотя недовольство возрастет может не стоит пока пост наблюдать или делать а если я просто уберу инженера с поста да недовольство тут же уменьшается то есть это такая штука которую можно то есть можно поставить но инженера не ставить туда сначала сделаем завод а потом посмотрим как оно голодных все меньше я даже наверное пайки выделю недовольство повышает аааа там же еще корреляция прямая недовольство и риск забастовок точно хотим прилечь на вашем удовольствие да ребят сейчас избавлюсь от трупов приму закон и все будет хорошо да я забыл про него есть принимаем и мотивация возрастает вот это надо было сделать раньше где-то в самом начале игры приблизительно так как бы мне еще выделить на строительство во-первых исследование надо тыкнуть скорее всего это будет механические счеты и техника безопасности дальше на ключевых объектах после этого необходимо сделать ааа то есть так что ли машина цех не 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 мне сначала желательно будет сделать машина цех машина цех машина цех конечно же да я думаю как у нас будет доставать пост наблюдатель но у него довольно большой рейндж так что ставим просто здание плотненько машины цех поехали шанс забастовок максимальный просто так решу эту проблему с телами пытаемся выправить ситуацию убираем отсюда рабочих что-то стали больше не становятся я понимаю что сюда надо рабочих еще отправить но нет все бастуют как-то нехорошо получается еще 10 рабочих пусть строят пусть строят как-то все плохо потерянные ящики пошли пошло строительство даже уголь заканчивается хотя особо не у меня только баня работает и все наконец-то пошло строительство заканчивается день если мотивация растет насколько сильно и недовольство резко снижается одно действие понимаете одно переводим объекты в режим работы щадящей конструкционных профилей хватает это дичь короче здесь я постараюсь постараюсь надо запускать во-первых вентиляционную установку которая была все это время включена ладно вентиляционная установка работает также короткую смену делаем сразу напорный клапан что-то ничего не стоит высокий риск забастовки все еще есть тоже пока что короткую смену надо надо будет завтра в 8 часов посмотреть вот такая ситуация у меня должна была все это время быть все это время мотивация максимальная недовольство минимальное и обязательно нужно поставить здесь пост наблюдателей все-таки это ключевое здание здесь вот три ключевые вещи сталь надо добывать усиленно отправляем сюда народ но угля мне пока хватит потому что все в порядке поэтому сейчас всех следующих рабочих мы сплавы и радиаторы следуем тут конечно очень жирно рисковать или не рисковать забираем и все и возвращаемся столько тиснули ой там десяточка дорогущих листов дорогущих сплавов стальных так сюда одного инженера недовольства растет ну ладно вот этот статус насколько я понимаю он старый то есть он обновится завтра на утро и здесь 3.3 а тут 3.2 я думаю что надо начать с производства паровых радиаторов хотя блин я сейчас сделаю счеты и можно сделать апгрейд на паровые радиаторы сейчас эффективнее делать именно конструкционные профили рабочими потому что они уже идут у меня со скидкой неплохой леса пока хватает плюс высокие ну посмотрим сейчас по забастовкам 5 больных всего лишь убираем закидываем инжей сюда вот вот все это время у меня мог быть бонус где-то дней 7-8 бонус 30% представляете такой провал так и нам нужно на кухню отправлять людей на кухню направлять людей к сожалению это будут инженеры они рабочие сейчас посмотрим что у нас в 6 часов мотивация снижается и я без бонуса так аванпосты охраны снижает недовольство 2 аванпоста мотивация немного вырастет повысит рабочих из инженеров но мне кажется что нужно лучше подписать какой-нибудь закон по быту такой большой выбор давай дом опеки ну хотя бы этот день я проработаю с 30% бонусом так ну что 8 часов дом опеки пока не хотел бы строить 8 часов у нас сейчас запустится несколько вещей вентиляционная станция и вот эти вот штуки я не знаю какие надо последить просто за тем что хорошим для начала нужно сюда эти уровень опасности высокий снижает рома опасно уровень забастовки очень высокий все равно капец коротка смены они все равно ничего не могут сделать да вообще вернулись паровые радиаторы может и не стоит делать я могу уже ладно давай дом опеки сделаем его желательно с рядом с санитарными пунктами сделать тоже потребуется отопление и заказываем со скидкой конструкционный мне объект нужно делать но высокий уровень ядовитости здесь меня очень смущает как 4 дня мы отстаем от графика те это не смущает нет вообще низкий шанс забастовок но производство очень опасное убираем отсюда рабочих нам нужен общий прогресс друзья пусть по крайней мере короткую смену работают сейчас да пусть все работают здесь короткую смену что по мотивации нельзя прожать здесь пока не надо так обещание сейчас выполним или уже выполнили не не выполнили в процессе нужно уже наверстывать я понимаю что опасно вот здесь мера безопасности раз два приоритет либо либо вентиляционную установку которая нам улучшит условия но нам нужно будет сделать вторую вентиляционную установку а это значит возрастет потребление нет первично конечно строительство основных объектов потому что на основное на остальное у меня есть уже ресурсы то есть я могу в генераторе бахнуть опять насосы вот эти вот жуху так этот ожидает доставил необходимые вещи настройплощадку грузовая колонна поехали сюда и надо работяку заказывать так что их не хватает вытаскиваем МЖ аварии удалось избежать ну это трендец как близко при том что это короткая смена что это так опасно так тяжелобольные появились может реально пока я не сделал вентиляционную вторую не пытаться здесь что-то сделать два часа да нужно вторая вентиляционная нужно подумать о том что у меня по углю угля и так не хватает короче уходим здесь грейдим причал делаем продвинутую пристань потому что углям мне не хватает да мы их можем перевести на и должны перевести на добычу нормальную но остаток дня я не хочу здесь и выключаю паровую только надо не забыть ее включить обратно так задача инженеры пусть побыстрее сделать вентиля вентиляционную вентиляционную тут после делаем станцию разгрузки сейчас большое количество больных будет сейчас на станции перегрузки и не забыть туда людей отправить так исследование почти успеем сделать а может и успеем кстати похоже что успеваем да за 6 минут до окончания и это значит что мы можем еще либо мы экономим уголь либо мы начинаем делать меры безопасности раз меры безопасности два и то и другое нужно это поможет нам сократить количество рабочих поэтому эффективный обдув расход на 15% всего лишь да ладно нет давайте по единичке будем снижать уровень опасности на объектах прижимаем мотивацию тяжелобольные так может построим сейчас да надо построить вентиляционную вторую установку ну потому что мне желательно для того чтобы компенсировать отставание дикое не знаю кстати все сделали вторую установку ее переключаем пока что тоже на режим короткого дня это включаем чтобы не забыть и завтра нам необходимо отправить я не знаю какой там уровень газа будет троечка или двоечка но нужно на объекты браться за них серьезно короче говоря за эти объекты что по законам домопеки протезы или медицинские репатриации в лондон снизив потребность в виде и в жилье но товарищи коллеги мне помогали конечно очень это зависит напрямую от того как много будет у меня аварий так ну что ванпосты охраны поехали будут построены ванпосты они у нас снижают как вооруженные наблюдатели следят за ближайшими а это great great этих снижая уровень забастовки на 2 да то есть мне по сути только один пост охраны нужно ближайший объект снижая снижая недовольство вылавливает смытья но снижая недовольство нет описание было другое в законе снижает недовольство безопасности работника мне мне казалось что он снижает снижает недовольство так дальше подавление забастовок каторжные колонии классовая сегрегация звучит очень многообещающим ладно леса у меня нет причем паровая лесопилка закончится очень-очень скоро а лес мне нужен хоть и в небольшом количестве но нужен варианты ну лесопилку сделать прогридит текущую скорее да здесь место уже есть а тут лесопилку сверху поставим может избавимся от нечего нам избавляться так и надо зарядить еще на угольные шахты но пока есть запас угля я думаю сконцентрируюсь именно на строительстве ключевых объектов по которым я сильно отстаю а вот работу под надзором 10 пайков мотивировать на 20% риск забастовки увеличивается на 20% короче смотрим на риск забастовки и прожимаем или не прожимаем отправляем телом это хорошая тема поедем блин поеде я тоже не справляюсь инженеров надо вытаскивать на еду рабочий мне навес золотом именно поэтому я новую заказал там короче лесопилка добудет последние 300 потом перетащим прогрэдим эту лесопилочку как накопится нужное количество мотивация пока нормальная и она тут же просаживается бонус при этом сохраняется это очень хорошо ну что о яд снизился это хорошо концентрация пониже самое время работать ударно отправляем надо наверное со стали убирать людей ой ой мазго привет миша привет привет ты какой-то очень добрый нач участка это стройка люди должны дохнуть если вся бригада сдохла в конце смена их не придется кормить один профит пека какой ты добрый трындец так что у нас по блин я не вижу что по опасности объекта опять баг не показывается просто статус там заходишь и информация никакой сейчас перезайдем просто я отправил там 27 рабочих хотел посмотреть кто из них больной о условия очень хорош вредно но терпимо работает работает на лечении идет на лечение так и лесопилку пока не забыл надо хотя я ее разбираю то в любом случае там не вернется часть о риск забастовки никакой я же могу перестроить и да вот если низкий риск забастовки надо конечно сразу прожимать параболис опилку строим три человека всего лишь убираем отсюда инженеров пусть и строят эту демонтируем нужно ли сейчас демонтировать сейчас задолбаешься с этими мне не нужно докидываем рабочих сюда и четырнадцать часов отстаем на четыре дня твою же дивизию нужно больше рабочих а тут опасно тоже короткая смена действуем мне надо вытаскивать людей мне нужны рабочие очень срочно нужны рабочие в память в память сидит девять человек пришло еще шестнадцать рабочих отправляем их сразу туда нужно будет не забыть сделать дом но все это уже после шестнадцати часов демонтаж строительство зданий возможно и листопилку не надо было делать так грузовая колонна ставить ресурсы себе ну да есть еще что поисследовать надо наверстывать друзья надо наверстывать опасность на объекте снизится еще скоро но мы работаем прям очень короткая смена техника безопасности все два этих две вентиляционные установки тем не менее фото из бодуара из моего фотографии ничего страшного я думаю не будет меры безопасности доделываются раз снижает опасность на этом объекте видите там вообще все хорошо я бы сделал защиту оптимизированную а потом меры безопасности в машинном цехе это мне на следующий терр очень пригодится чтобы там постоянно шел процесс что еще есть фиктивный обдув уголь-то мне угля мне не хватает по-прежнему я пока жгу запасы текущего угля жгу до 16 н.ж. простаивает надо лесопилку достраивать так эти освобождаются на 3 дня отстаем от графика уже хорошо все заканчиваем работой раз заканчиваем работой два вспоминаем что нам необходимо разобрать лесопилку и нам необходимо построить хотя бы парочку палаток леса нет но эту тему мы исправим потому что сейчас лесопилка достроится я еще даже поднабираю немножко леса для того чтобы исследование у нас так убираем снижаем недовольство недовольство это общий показатель поэтому сверхурочная работа его повышает лесопилочка справится 3 дня отставания от графика так ладно соберись угля немножко за все отдыхаем просто просто отдыхаем закидываем в больных хотя 3 часа 7 часов нет смысла особо убираем отсюда инженеров там в доме опеки просто рабочие так а завтра мы ориентировочно делаем эффективный обдуб для того чтобы работало 2 вентиляционные штуки потом скорее всего оптимизированная защита повышение безопасности позволит мне увеличить сохранением текущего уровня опасности либо время работы либо эффективности то есть мы например ставим врубаем конструкции да в оптимизированную защиту и тут же убираем меры безопасности на 25% увеличиваем эффективность объекта вот и то же самое с неважно в общем вы поняли вы все знаете так если риск забастовки низкий а он низкий завтра я прожму вот эту штуку мотивация на 24 часа правда всего лишь и это лучше сделать тогда когда мы так во время боя кто-то пострадал а ему не хватает места в лазарете но с больными пока ровненько все я бы отправил инженеров сверхурочная сверхурочная работа видите недовольство туда-сюда прыгает так паровая лесопилка нормально там 150 леса мне пока что хватит дальше что больных все-таки увеличилось 16 часов только идут на лечение 22 день у меня осталось 3 дня плюс еще может быть скриптовая хрень если будет уровень безопасности низкий надо сейчас все ресурсы бросать максимальное количество рабочих сюда уголь начнем собирать чуть раньше здесь людей на угле не хватает но пока мне есть запас я не буду лишнего лесопилку тоже с нее сниму скоро людей просто чтобы прожать исследование а мне нужно в первую очередь вот эффективный обдув сделать 40 леса нужно и все сейчас лесопилочка начнет работать ох как мотивация просела это плохо это очень плохо так и делаем эффективный обдув или как он там называется отправляем рабочих сюда отправляем всех 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 лесопилка там добудет не знаю 40-50 для следующего исследования и так короткая смена короткая смена снизится концентрация сейчас посмотрим снизится ли на единичку так условия работы приемлемые вредно но терпимо и там и там причем но работают видите короткая смена и техника безопасности до сих пор риск забастовки низкий поэтому я пожалуй прожму работу поднадзором мотивация увеличивается ух мотивация плюс 20% и 30% мы выиграли по производительности это временный эффект забастовки кстати на единичке как были так и остались 7 часов в одном месте здесь сутки нагоняем тихонечку график мне нужны еще профили потому что с таким уровнем угрозы скорее всего я все равно не смогу так а тут мы снижаем он не работает что ли так вот еще там инженеров не хватало в фабричной инспекции о о рокот из недр паровые радиаторы безопасность строительства башенных насосов радиаторы минус избежали проблем повышаем производительность аварийно-спасательное оборудование здесь полностью безопасно увеличиваем смену до стандартной и перекидываем отсюда рабочих сюда потому что здесь они работают эффективно и с меньшим риском что самое главное в общем-то вредно так инженеров минус инженеров на исследование 10 больных все-таки пайки хотя там осталось так господи вот здесь пайки нужно будет в первую очередь и забастовали так могут возрасти с требования двойные пайки мало требуют откупаемся откупаемся недовольство возрастает но здесь вообще риска никакого нет что они будут бастовать и уголь закончился нет тут же возрастает на объекте степень ой ёппер СТ кражи химикатов удовольствием немного уменьшиться проигнорировать нет мне не нужны забастовки пусть воруют капец надо срочно запускать вентиляционную раз какая динамика нормально запускаем мы вентиляционную следующую два что нет пока там отличные условия я снижаю даже запускаю второе что по добыче вроде нормально но еле-еле и увеличиваем смену капец вот это я управленец просто уголь впритык этот объект у нас не работает угля не хватает или хватает хватает хотя опасность какая-то уже нехорошая почему почему не понял а аварийно спасательная завершилась повышаем какой медленный прогресс трендец активный обдув как раз нам поможет с углем так и дальше нужно оптимизировать эту защиту делать срочно 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 так лесопилку демонтируем черт это был очень яркий день то есть я прям его в реальном времени пережил шикарное место для новой лесопилки здесь можно было а это универсальная штука я понял 25 число у меня осталось два полных дня а нужно завершить строительство всего и скорее всего надо сейчас пока работает эффективно а нет на 24 часа не вообще должно еще работать правильно я же ее врубил где-то в середине следующего дня начнем мы с короткой смены вообще это хитро ты начинаешь с короткой смены потому что короткая схема смены и стандартная одинаково стартует в 8 утра а потом уже ну и соответственно риск снижается а потом уже принимаешь решение как там делать продлевать или не продлевать продлевать будете уголек добываем а вентиляторы стояли на не короткую смену точно это ошибка тоже возвращаем нет возвращаем все на короткую смену пока что на короткую я почему-то не заказал опять а нет сейчас мне нужны уже как минимум одно паровое ядро и работяги вот это надо было раньше сделать готовимся принимать очередной непопулярный закон мотивация скоро спадет хотя у него восстановление один день и действие один день может быть оно перекрывается включаем баньку чтобы меньше чтобы меньше болели прожимаем мотивацию вечерняя служба пошла докидываем сюда инжа чтобы не забыть я все еще отстой от графика на два дня у меня два дня и осталось токсичность токсичность понизится я надеюсь у нас появится возможность вообще надо включать смены и инженером что важно когда мы доделаем балки сможем прожать хотя бы единичку безопасности так что здесь каторжная классовая сегрегация что инженерные квартиры инженеры живущих улучшенных квартирах повышается мотивация нужно построить инженерный квартир подавление забастовок чтобы испечить возобновляемые работы охранники будут суровых зачинщикам подавление немедленно прекращает забастовок если объект вреди действия постов охраны каждое применение повышает недовольство каторжная колония содержит заключенных новый социальный класс доступный через телеграфную а то есть можно каторжников привлекать заключенные дешевые рабочие силы работают только под надзором корпоративного охранника нет сначала подавление забастовки потому что я только что отправил заказ все забастовки в радиусе действия поста можно подавлять силой у них оружие а нам это тоже нужно сволочи мы без боя не сдадимся ага сейчас так лесопилочку отправляем людей но далеко не всех потому что с лесом как видите проблем вообще никаких нет сейчас важно понять кого мы вытаскиваем мы вытаскиваем точно со стали людей точно со стали из добычи и со всего закидываем закидываем пока со стандартной с короткой сменой людей раз и два в оба объекта недовольство растет потому что мы начинаем работать под присмотром стартанут одновременно две вентиляционные запас по углю есть но надо посмотреть динамику вроде хватает с запасом причем число больных почему-то увеличивается опять идет на лечение это новенькие надо перекинуть его в другой пункт и построить скорее всего еще пару санитарок но не сейчас у меня нет свободных рабочих хотя на удивление есть мне 80 человек трудятся ну буду трудиться и все равно нормально правда мотивация сейчас пропадет скорее всего пока не трогаем вот эти вот паровые так здесь инженеры будут работать смены хорошие мотивация упадет она дважды упадет вот первый раз так ледяное платон пусть в никуда мы потеряли след грузовой терминал я оставляю нычки с едой специально так и пошло рабочее время что по прекрасно технику безопасности уменьшаем о ядовитый газ на единичку безопасный уровень работы отлично и здесь тоже ооо а здесь не включено было мотивация дико падает мне нужно 10 пищевых пайков для того чтобы прожать еще разок риск забастовок здесь минимальный поэтому я прожимаю сразу как только есть возможность повышаем мотивацию но этого не хватает для того чтобы дойти включаю я в рацион кокаиновые таблетки и перехожу на улучшенный паек ох вот это я понимаю условия труда на два дня тем не менее отстаем у нас этот и завтрашние дни остались только работает 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 только один на лечении это хорошо на новые исследования если что у нас хватит и леса и стали уголек что по углю все хорошо ребята работают все довольны прогресс 91% один час остался и освободится 30 рабочих ребята да да надо сразу на сбор ресурсов шикарно давайте один час на первом объекте возможно кстати даже да нужно в лесопилку пускать она работает эффективно и сразу делать со скидкой конструкционный профиль так мне нужно построить аванпосты охраны только сейчас напомнил себе и да ладно я уже достроил да там 100% было ну-ка жесть гг там авария у меня есть аварийный регенератор разовьет расчетную мощность некоторые рабочие получат травмы строительство остается на 3 часа спасательная группа разовьет многие некоторые вот этот лучший вариант это видимо по степени угрозы несколько тепловых зон в радиусе на 6 часов расчетная мощность некоторые рабочие получат травмы остановиться на 3 часа да поехали но главное мы их спасли ну это скрипт скорее всего ну я же достроил а да просто они исчезли окей а что дальше что дальше что дальше добывайте раз добывайте два нет не добывайте строим два поста люди нет труд второй пост наблюдателей нет стоп пост охраны же мне нужно два поста охраны пост охраны раз то ван пост охраны два а ван пост охраны что делают след за объектами вылавляя сметьянов снижая недовольство успеем ли мы построить 9 часов да конечно успеем что по мотивации по мотивации все плохо с чем это связано с работой так может отключим тогда отключаем вентилятор эту установку переходим здесь на добычу угля по нормальному режиму сейчас мы что там успешно эвакуация отлично несколько рабочек пострадало генератор достигнет расчетной мощности просто больные просто больные то есть реально в зависимости от того какая степень угрозы у тебя и варианты такие помн а и мы продолжаем а мы продолжаем только скорее всего придется включить обдув даже вот так балочки можем сделать еще шикарно так давай-ка сделаем исследование что меры безопасности раз турбонаддув два варианты еще меры безопасности в литейке эти вот два грейда нужны или ресурсные паровая два ядра требует станции перегрузки радиус лесопилки нет угольная печь игнорим заготовщики не нужны сети может быть но не сейчас пока есть возможность давайте меры безопасности на машинном машинном цеху готовимся к производству из стали паровых радиаторов безопасно на объекте офигеть вот это да заканчивается рабочий день мы на день отстаем от графика тем не менее так и я делаю вот так еще поработаем до 8 часов берем пищевые пайки обмануть и забрать не будем говорим им правду мы сказали французам что эвакуации не будет они нас могли зарезать за эти пайки они немедленно начали паковать первиант готовится к отбытию такой рандом своеобразный я бы вернул народ назад что исследовать пока нечего они могут помочь нам ну расформируем просто отряд ага 9 человек у нас больные нужно убирать инжей и нужно строить еще парочку санитарных пунктов сто процентов хотя бы один давай чтоб текущих но вообще лучше больше новый закон коллег пока нет поэтому протезы пока не трогаем что здесь каторжная колония да идем каторжной колонии так а посты охраны сделали да присутствующие вооруженные наблюдатели повышают активность снижать недовольство на ближайших объектах каторжных заключенных на ближайших объектах можно назначить заключенных на он постах охраны достаточно наблюдать либо он заключенных нам не грозит надо следить еще за количеством людей труд заключенных нынешняя инфраструктура позволяет расселять заключенных теперь мы можем привозить их сюда и отправлять на работу. Заключенных содержать дешевле, чем рабочих, да и забастовки они устраивают намного редче. По очевидным причинам. Вот это я понимаю. Вот они. Стоимость 1. Они в 2 раза дешевле, чем обычные работяги. Нужно построить каторжную колонию. Поехали. Пайками закидываем больных, опять же. Пайков-то маловато. Мотивация растет, и вон посты охраны готовы откатиться, повысим эффективность. Надо будет поражать обязательно. Хавчика не хватает. Блин. Улучшенный рыбацкий, как вариант, или отказываться от этой пристани. Так, направляем инженеров в новую санитарку. Сейчас доделаем их. Одну всего лишь. Еще работяги. При прибыли, блин. Классно тут. Дороги строю. Давай еще санитарные. Леса больше нет. Так, мотивация растет, но что-то не очень она растет по понятным причинам. Тут начнем с короткого дня. А там посмотрим. Балки, если что, есть. Дерево у меня мало. Даже несмотря на то, что лесопилка работает, дерево маловато. Закидываем инженеров сюда. И все больные у меня уже рассованы. Надо бы еще закинуть. А тут уже готовы. Давайте на обычную. Нет, не на обычную. Попробуем пока еще вытащить мотивацию еще поставить улучшенный паек с кокайновыми таблетками. Завтра в середине дня мы, видимо, прожимаем. А, слушайте, у меня же 24-й день. А, 24-й есть. Завтра полный день есть. Может быть, стоит начать работу с утра. Но для этого мне нужно перевести все соответствующие критично важные объекты. А именно паровой вентиляционный. Собственно, этот тоже. Ну, если что, прожмем защитные конструкции. Надо реально сейчас поднажать. Находится дома, находится дома, находится дома, идет домой. Тут все здоровые. Это очень хорошо. Еще кухню. Пусть с утра поработает. Да, я хочу сразу, как можно раньше, прожать пайки хорошие. Работает 24 часа. Нормально. Город спит. Здесь тоже можно аванпост поставить и перевести его в режим работы нормальный. Я думаю, что сегодня нужно сосредоточиться на строительстве, во-первых. Тем более, что здесь... А, мне нужно сейчас сделать еще одну лесопилку. Одну паровую лесопилку. Это будет работать. Пусть по-обычному работает. Там мотивация падает. Это плохо. 30%. Сколько мне? Здесь пошла работа. Безопасно вообще на производстве. 8 часов. Вообще зауспеваем с запасом. Что по пайкам? Пайки начинают появляться. Начинаем их раздавать потихонечку. Здесь перекидываем инженеров в новую. Ну, чтобы можно было покормить. Будем ли мы втыкать мотивацию? Риск забастовки присутствует, тем не менее, поэтому... Да и производство не очень полезное, мягко говоря. Я бы прожал. чтобы избежать проблем. Как вы бастуете? Как разогнать бастующих? Люди пострадают, недовольствия значительно вырить. Что вы хотите, блин? Я не могу объявлять. Давайте пробуем откупиться сначала пайками. И разгоняем их. Я не могу разогнать. Разгоняем. Охренели псы в последний день бастовать. Недовольство возросло, но терпимо возросло. Я должен сделать сейчас... И мотивация падает. Мотивацию поднимаем так. Кот мешки СР. Рабочие схватили наблюдателя после замечания курильщикам на рабочем месте. Засунули его мешок, вывезли наружу тележки. Наблюдатели требуют наказания. Настоящий плевок лицо возмущается инженера. Не могу работать, если я до конца не уверен в вашей поддержке. Риск забастовки. Мотивация немного упадет. Я не могу сейчас забастовку себе позволять. Спокойно сейчас 6 часов дотрудимся. Делаем лесопилку паровую. Так, а что дальше? А дальше нужно уже делать... Интересно, я вроде не сделал скидку на паровые, то есть их не стоит брать. Так, тут не успеваем разгружать. Доделаем объекты, риск забастовки минимальный. И... что по пайкам идет на лечение. Давайте здесь прожмем тоже. Убираем рабочих. Ну, пусть сделают лесопилочку. Мне сейчас нужно заряжать лесопилку и вот машины цеха. То есть этот терм мы вроде как сгорем пополам доделываем. Три часа осталось всего лишь. Надо понять, что делать дальше. Да, я переведу после этого сразу... Да, сразу переведу уголь на нормальный режим работы, чтобы уменьшилось недовольство. Это тоже будет работать не короткую смену, но стандартный рабочий день, чтобы не забыть. Соответственно, что там у вас на этот ожидает? Хотя сейчас должен скрипт сработать, когда мы заканчиваем строительство. Я не буду расформировать этих товарищей, потому что они будут исследовать дальше. Голодных много. голодающих. Вот здесь я сделаю так, а вы что? Логкость рук. Одна из работниц, которые подозревают в краже припасов, жалуются, что наблюдатель слишком усердно ее обыскивал. Забавно, что мужчины пожилых женщин в краже никогда не подозревают, говорила она. Неправда, мы проверяем всех. женщина права. Немного увеличивается недовольство. Нет, нельзя мотивацию уменьшать. Нельзя. Нужно всяческим образом ее увеличивать. Сейчас рабочие доделают. А почему мы отстоим от графика, я не могу понять. Это же последнее, что нужно сделать. Или нет? Нет, вроде это последнее. машин и цех нужно сделать. Ёпрыс ты. Так, быстро. Инженеры где? Твою ж дивизию из кухни инженеров. Отовсюду инженеров. Этих максимум сюда. вытаскиваем, переводим инженеров, исследуем исследования. Твою налево. Ну, приехали, короче. Есть тех машина? Да ладно, есть машина цех? твари. Твою А почему... Стоп, а зачем я заказал новый? Постройте машинный цех. А, я туда рабочих нет. Ах, вы твари! все закрыли. Да меня прогресс смутил на самом деле, чтобы вы поняли. Короче, все, выключаем раз, выключаем два. Ох! Так, смотрите. Вообще, лучше делать улучшенные короче, тир или не тир. Вот в чем вопрос. Заготовщиков скипаю, лазарет пока не нужен. По ресурсам пристань, хорошо. Ну, скорее всего, генератор надо брать. Литейковый инновационный процесс. Литейка нужна по квестам. Ядер мало. Проститутки проверены. Yes. Фух! Так. Сейчас я просто раскидаю народ по добыче ресурсов. Участок вот. И сейчас на участок 120 отправляем народ. Вы помните, что на участке 120 огромное количество людей, там, типа, 50 человек. И для того, чтобы обеспечить их... А, лесопилку построил, но не добывал. Короче, мне сейчас нужно заняться обустройством. Прямо серьезно-серьезно. Причем, с увеличением количества обычных работяг, мне понадобится... Как это не парадоксально, но инженеры мне нужны будут. Потому что теоретически они будут больше болеть. И все. Короче, делаем следующее. Переводим лесопилку и эту, и эту в режим добычи. Но это чтобы завтра получше подобывать. Нам нужно 25 стальных сплавов, у нас их 15. И конструкционный профиль, кто-то погиб, с чего это вдруг? Передозировка. Причем умер инженер. Убираем кокаиновые, переходим на обычную еду. Потому что еда заканчивается, мотивацию я уже почти оставил надежду ее повышать. Как мы можем повысить мотивацию? Еще же продвинутый причал желательно бы сделать. Начинаем копить уголь, сталь и лес для того, чтобы раз-два работали штуки. Еды нет. Здесь мы работаем усиленно. Инженеров убираем, пусть лучше занимаются исследованием. Больных становится поменьше, это очень радует. но скоро ко мне придет 50 человек. Соответственно, я должен поставить баню молельной справа и настроить еще домов. Зэки будут? Кстати, ко мне же при... Ладно, заказываем поставку зэков. ё-моё. Ну, с богом. 25 заключенных я могу содержать в одной. Я взял 37. То есть мне нужна еще одна каторжная колония. перестроить паб. Я с едой проблемы. В 30-м законсервировал. Только один... два. Две точки высасываем. Две еще остается. Но мне кажется, что рыбацкий прищал нужно и ставить... Короче, не поместится мне здесь все зэки, когда придут. А это значит, надо либо от паба избавляться, либо кухню перенести. Не факт, что кухня. Да, надо побыстро перестраивать завтра. Здесь по кд прожимать. Хотя лучше прожимать, например, здесь, чтобы... О! Да. хорошо. Здесь две точки. А ванпост один у центра. Но я там не строю все равно ничего. Так, раз, два. Нет пациентов. Есть инженер, но нет пациентов. Почему нет доме опеки? А, тяжелобольные. Я избавиться не могу, мне всего два человека больных на самом деле. ладно, черт с вами. Что я хотел сделать сейчас? Еду мне притащат через час, и плюс это заработает штука. У меня в голове не укладывается, столько всего нужно сделать. Мотивация падает. паки можно прожать, точнее пакеять. И вот они выжившие. Берем их в лагерь. И через шесть часов они придут. Короче, мне уже днем нужно сразу выстраивать палатки. прикинуть, как молельные ставятся. Еще одну палатку сделаем. Дальше молельный. Чтобы перекрыть все вот эти вот четыре. Еще палатки. Леса нет, но вы помните, что две лесопилки на шести утра работают. 19 человек это очень мало. Разбираем паб. Прожимаем запайки. Давай запайки, запайки прожимаем вечернюю службу. пока дойдут там. Настрой площадки. Черт. и там пищевые пайки мне нужны. Так, кого бы еще освободиться от обязанностей? Здесь десятка, здесь десятка. Мотивация падает из... Жесть они уже... Они уже не о бонусе идет речь. Чем недовольны предвизировка кокаина и дневные низкой мотивации. Идет на работу наконец-то. Поехали. Поехали. 50 человек пришло. Ее ПРС ЭТМ. Устроим дороги. Малельный тут. Надо прикинуть, как мы баньку будем ставить. Да, литейку сделали. Что дальше? Инновационный процесс. Безусловно. На самом деле не безусловно, но тем не менее. Так, этот пошел дальше исследовать. Генератор литейка. Есть ядро. Риск забастовок очень высокий. на дорогу перестраивать будет. Хотя нет. 88 голодных людей. Устроим все равно. Ладно. Так, а мы отправляли людей вообще? Да, подготовить тела не забыли. Полиция Манчестера прислала это по тому инженеру старенькому. У нас 8 человек бездомных, то есть вот эти два дома и хватит. Паб. Нет, надо каторж на колонии сделать еще. Давай начнем с паба. И потом каторжную. чтобы под этим была под вышкой. Вообще впритык все. Пайки сейчас меня все сожрут. На самом деле я начал бы здесь уже добывать. Пофиг на... Нет, не пофиг. короткосменно. Надо здесь постепенно уже реально добывать. Хотя сталь не про... не сделал дешевле вот эти вот штуки. Баню делаем. Здоровьем баня. Кое-как. Соединяем дорогой. Так, уголь потихонечку набираем. Здесь риск забастовок высокий, но мне нужно, чтобы они побастовали, пока не началась... Нет, нет, подожди. Я небольшое просто количество людей отправляю, уже день заканчивается, оказывается. Так, скоро прибудет 34 заключенных. О-о-о-ой! У нас же еще больные, которых я не принял должным образом. 22 человека. У меня впритык, но хватает на них. И сейчас будем их пайками откармливать. 17 человек. Тут 1-2 часа лучше дождаться. Новый закон. Есть на что-нибудь повышающее мотивацию? Похороны за счет, дом опеки. Можно поставку протезов избавиться от тех, кто у нас находится. Либо отправлять. Новую возможность медицинской дом опеки. Пациент думает, труден снизу потребности жилья и еде. Давайте отправляем. Нет. Или все-таки мотивацию по труду сделаем. У нас там веселые есть вещи. Первое это облавы. Каждое применение превращает 15 рабочих в заключенных. рационализация медобслуживания звучит так как новая возможность медобслуживания лишает заключенных доступа к медицинским учреждениям. Тела заключенных уничтожают в зоне фундамента генератора. Рационализация медобслуживания больные заключенные будут умирать. Но я иду к финалочке. Я через облаву иду. и теперь мы можем организовывать массовый арест. 15 рабочих в заключенных. А что это у нас дает? Просто конвертацию? Если просто конвертацию можно сразу конвертировать. Жесть какая звучит дико. Сейчас посмотрим у нас прибудут первые заключенные посмотрим как они вообще работают. Так к бане я так и не подвел дорогу. Доводим дорогу. завтра надо вот в этих двух трех начинать производство. Потому что мы уже на шесть часов я уже думал шесть дней. Фух. Так и в пап нужно людей естественно вернуть потому что я перестроил а там никого нет. а там резко снижается недовольство повышается мотивация. Тут работаем хорошо. Сюда нужно добавлять уже инженеров будет как только начнем работать чтобы снижать на объектах. Столько всего блин еды очень мало. Еще не поздно бахнуть второй причал. с едой недовольство снижается кулачные бои идут банька топится такое количество всего надо делать короче я начну открою короткие смены для начала может быть даже да короткие смены без техники безопасности покажет потому что сейчас заработают вот эти два вентиляционные установки и все будет ток они конечно бастовать сразу начнут и прибыли заключенные заключенные бастуют кажется нет ладно рабочие пусть будут все-таки на ключевых объектах первые заключенные сэр первая партия заключенных прибыла и рабочие недовольны некоторые собрались на пристани посмотреть на прибытие заключенных и начали кричать оскорбление швыряют в них камни только посмотрите на этих ублюдков пришли забрать у нас работу ой они вообще не понимают нам тут такие не нужны недовольство снизится да давайте пусть выпустят пар снижаем недовольство отлично не отправляем еще сюда заключенных мне стали не хватает отправляю сюда рабочих сюда рабочих перестроить причал да если сейчас начнут заключенные тут пахать то мне лучше конечно на опасных объектах их вставлять блин еды еще нет ах или еще не поздно сделать перестраивать этот причал под да голод это последнее что мне нужно это обычная пристань поэтому мы ее демонтируем спокойно стали еще еще при этом будем добывать не сейчас с утра рабочих очень много поэтому норм я так не хочу стартовать паровые радиаторы пока не сделал их подешевле так этот объект пока давай глобально что нам нужно построить литейную литейную готовую можно сразу закрыть и сразу прогресс 24 часа опережаем соберите ядро ядро требует стальных сплавов стальные сплавы мы делаем здесь дорогущие жуть у меня их 15 штук это уголь и сталь ох и при этом мне лучше в фоновом режиме добывать добывать и здесь и там и тут понимаете а инновационный процесс пока я не сделал они будут дорогими будут дорогими поэтому сейчас посмотрим как оно все будет сейчас по углю уже не успеваем я сразу включаю одну вентиляционную думаю мне хватит мотивация резко падает как она есть лесопилочки работают и в начале рабочего дня я сразу тыкаю разбор пристани вот этой базовой и делаем здесь добычу еды потому что что-то с едой у меня беда 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 дальше среда на то что мне подтаскивают там скоро закончится уже подтаскивание поехали этот ожидает заваленная шахта участок 120 там много полезных вещей насколько я помню что разбираем пристани раз смотрим на условия довольно таки хорошо можно даже снизить до приемлемого уровня тоже короткую смену надо сделать но я хочу дождаться исследования а потом уже мне кажется я сделал улучшение на паровые генераторы закажу и инновационный процесс очень медленное исследование так инновационный процесс это мы сплавы делаем со скидкой мы можем попробовать пойти в следующий тир впритык хватает ресурсов ради мер предосторожности либо например сделочность простой типа турбонаддува который увеличит да турбонаддув нужен в любом случае улучшенные матрицы видите я могу сделать только если сделаю т4 по-хорошему мне нужно сначала вот в это инвестировать тем более тут есть улучшенный причал может быть он поможет давайте ладно 120 125 75 не хватает стали я убираю так и убираю так все никто мне не работает все заключенные конструкционные то нужны хотя бы чтобы начать строительство недоконвертируется блин как же не это самое может сделать реально из рабочих рабов да лесопилка закончилась это плохо тут же надо пристраивать ну как тут же пристраивать у меня лес последний вообще-то нет леса нужно делать парочку паровых лесопилок 40 стали еще требует ну ну очень мало елок надо сделать так чтобы она заграбастала как можно больше елок так может уничтожить ладно давай так проводим дорогу распространение беспокойства люди которых мы спасли из рабочего лагеря те что сбежали после аварии генератора недовольного жизни они жалуются что на переработке нарушения просто выбить из них мотивация никакая 40 больных да мне кажется нужно конвертировать рабочих заключенных уже я пытаюсь построить лесопилку свободными людьми а зачем ты здесь топишь скажи мне если толку нет ну мы типа опережаем график но я еще не приступил на самом деле к строительству рабочих чуть назад те не справляются с погрузкой выбираю рабочих чуть-чуть а надо же еще пристань продвинутый делать у меня нет еды ожидает конструкционные профили забираем 10 штук на участке 120 произошло кровавое восстание повсюду непригибенные трупы уже их не видно на дне шахты генератора видно еще больше тел судя по одежде были убиты инженерами я думаю надо паровые ядра брать снежные холмы заказ-то я не сделан рабочей силы мне явно хватит а вот причалы нужно грейдить уже так 40 стали мне нужно на а может на рыбацкую тоже здесь стали нужно но еду мне притащили проблему с голодными с голодающими решили последняя надежда да благодарим вас за разведку участка 120 сожалеем о гибели лагеря рабочих которых вы приютили наверняка знают больше чем говорят мы подозреваем да я помню я помню я бы подлечил их все равно надо построить что-нибудь пока пока день не закончился паровая лесопилка раз шикарно тут можно построить паровую лесопилку и причал можно уже построить еда нельзя чего не хватает древесины уже хватает отлично и рыбацкий причал здесь я бы построил очень мотивационную вышечку закончился ресурс дерева это только-только здесь достроили лесопилку и я надыбаю немножко лесом их все больше сэр главный наблюдатель пришел предупредить недостатки персонала заключенных все больше мы наблюдаем наблюдателем сложнее работать сейчас 4 наблюдателя приходится следить за ага достаточно рекомендую построить дополнительные ванпосты не хватает мне инженеров для того чтобы присматривать видимо за заключенными мотивацию тыкаем просто чтобы она проходила так еще аванпост нужно построить да аванпост охраны заключенные могут сбежать заключенных 23 нет хватает пока что пока что хватает и здесь делаем пост наблюдателей просто для того чтобы увеличить эффективность лесопилки и рыбки надо уже готовиться к худшему скоро пойдут холода давайте пайки хотя они выздоровеют менее часа эти все выздоровеют только идет на лечение 13 часов рабочих мне 3 недель сколько так хорошо то есть завтра мы начинаем почему именно завтра потому что леса у тебя не было сегодня на профиле здесь заряжаем профили так включаем вентиляционную первую вентиляционную вторую блин эти конструкционную нельзя тратить и здесь бы спровоцировать на забастовку на самом деле завтра с утреца но мне придется заплатить они может не успеют сделать или они не бастуют вообще заключенные бастуют или нет скажите пожалуйста друзья если не бастуют то идеально просто 25 12 давайте начнем уже работать на сталь древесина стали исследуем забираем очень много дерева очень много стали и по сути больше нечего делать ну то есть тут нет больше точек кроме еды поэтому я возвращаюсь расформировываю отряд и начинаю мочить вот с этих трех зданий прямо мочить 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 да начнем мы с короткой смены конечно же но так а где у меня заключенные еще разок на лесопилке работают вы что с ума сошли на лесопилке это все решили вопрос в первую очередь закидываем их сюда надо готовить еще еду рабочих на причал будем работать в неурочное время заготавливать еду это очень важно перепроверяем тут дорогу не достроили потому что не хватило немножечко я еще одну дорогу протяну пока есть опция такая нет лучше завтра с утра забуду конечно но все рабочие по максимуму собирают ресурсы пофиг на недовольство мы должны уже добывать уголь по полной программе еду по полной программе лесопилка с рабочими тоже начнет немножко пораньше чтобы профили к тому момент когда стартанут те да инженеров нужны для повышения техники безопасности но инженеры тут частично справились с лечением молодцы отправляю раз 23 человека лечится убираем еще 5 инжей пол четвертого ночи возможно возможно сделать еще один каторжную колонию одну наверху надо по крайней мере найти место 40 сплава да стали и 20 понятно то есть сталь сейчас заряжаем 6 утра уголь заряжаем тут 6 утра сюда накидываем одного инженера для производительности исключительно да недовольство возрастает ну что ж поделать так хорошо тут просто проверяем каково риск забастовки низкий почему-то прошла угроза а нет они реально не бастуют каторжники не бастуют вот тогда мне нужно еще сделать немножко каторжников пусть они работают на ключевых объектах оооо михаил да мотивация падает мне нужно заливать это все просто заливать так еще инжей нужно заказать пока рановато начинается добыча ресурсов я пожалуй сначала приценюсь к 25 и 40 стали начинаем производить профили первый снег надо выстоять ни мотивации ни недовольства ни черта у нас нет что на объектах на объектах сухо комфортно более-менее оооо вообще шикарно убираем технику безопасности а эти не бастуют все-таки давайте каторжника в другое место точно дорого просто профили делать мне жалко сталь разбираем еда идет кокаин пофиг давай кокаин это меньше сейчас зло 22 человека мне кажется нужно еще лесопилочку делать не успеваю сталь собирается и надо сейчас побольше леса просто потому что да нужна еще лесопилка по-любому да я сейчас не смогу исследование сделать выстраиваем здесь лесопилку еще одну и еще одну лесопилку выстраиваем рабочие есть пусть трудятся алло пусть собирают то что недособирали да вот сейчас улучшенный причал что у нас там улучшить улов желательно бы конечно вложиться тоже в это пока что скорее всего я сетки сделаю потому что 10% всего лишь тут пристань пока нет ресурсов на это меры предосторожности не нужны вот это вот нужно сделать еще чтобы дешевле было но они мне в этом тире не нужны если только не придется бустить реально ты хочешь на хавчик потратить ну я все равно проста его алло а сколько нужно 25 лес немного сталь да давай ждем улучшенные матрицы сделаем так условия на работе отличные делаем сразу полный рабочий день как-то слишком хорошо я даже выключу один этот так добавляю инженеров не знаю зачем правда все равно исследований пока нет дожидаюсь стали опять не стали ни черта нет они бастуют разгоним хренел что а там были рабочие о там были рабочие нет там были рабочие нам притащили сталь слушайте я же здесь тоже каторжника должен на полный рабочий был отправить без следа сверн известный лидер каторжного Пропал. Работайте дальше. Так, все. Леса вы видите, как много. При том, что... Ну, просто лесопилки доделались. Распускаем этих товарищей. Нам особо рабочие не нужны? Нет, распускаем. Что еще? Что еще? Что еще? Закидываем по максимуму. Прям по максимуму, по максимуму. Здесь сработают... Это что? Это ничего. Каторжники нужны мне. Надо сделать парочку каторжных колоний. Раз. Ай... Да, видимо, надо сносить паромыстерских. Паровое ядро прибыло. Не знаю. Мне кажется, нужно еще одно ядро. Так, уже производство опасное, но... Хрен с ними. Зато процесс идет. Так, доделываем профили. Через два уже начнем основное строительство. И завтра начнем с буста на мотивацию. Так, давай-ка, рабочих пока в ПАП. Пусть те работают, а мы... Да, там закончила работу он. Ладно, пофиг. Все, разбегаемся. Как же долго мы строили здание, вы посмотрите. Только сейчас они к концу дня построили две лесопилки. Это очень плохо. Очень-очень плохо. Что по законам? Парабощение. Все под подозрением, все под наблюдением, все миссии применения. Принудительный труд, тюрьма. Принудительный труд удваивает эффективность объектов, где работают только заключенные. Нужно построить тюрьму. Принудительный труд снижает безопасность на объекте на 3. Медобслуживание. Ну, давайте сначала РЦ... А, порабощение, поехали. Парабощение. Не понял. Вот, 100 стали. Есть 100 стали. Накануне судьба будущего. Мы используем все средства, каждая живая душа. О-о-о-о. Капец. Изменение планов. Телеграмма из Лондона. Нас трезает от большой земли. Халда наступает раньше расчетного. Королевский метеорологический. Короче, мне нужно сейчас каким-то макаром наладить еще лучше добычу. Так. Есть у нас... Нет. Строится каторжная колония. Ну, и завтра надо браться. А, уже сейчас можно построить, кстати. Несущую раму. Нам нужно две несущие рамы и ядро. Ё-моё. Каиновые таблетки. Надо, прожмем мотивацию, иначе тоже не верю. Сейчас каторжников сделаем еще новых. Здесь еще одну каторжную колонию. Стали нет. Лес 150. Лес 300. Ну, что, с 30-ца начнем завтра работать, да? Подготовка к холодам. Да, новые технологии пошли. Я теряюсь в том, что... Короче, начинаем полный рабочий день. Везде. Тюрьма работает. Мотивация растет. Если на объекте работает только заключенный, повышается активность на 100%. Снижает безопасность на 3. Это очень аккуратно нужно применять. Очень аккуратно. Так, каторжная колония есть. Прожимаем, делаем заключенных. Сопротивление. Наблюдатели собираются арестовать первых бунтарей. Несколько рабочих преграждает им путь. Так нельзя, это свободные люди. Наши друзья. Нельзя просто так взять и отправить их на каторгу. Мы вам этого не позволим. Арестовать их. Ваааах. Так. Она заканчивается еда. Я останусь здесь. Вообще не надо было расформировать этих. Пусть лучше они бы стояли, не ели бы у нас дома. Рабочих и так хватает. Короче, завтра нужно сделать еще один отряд, чтобы они отошли и просто готовились подтаскивать. На паровую лесопилку работяг. На паровую лесопилку работяг. Здесь все равно по сбору не хватает угля, к сожалению. Куда я ввязываюсь? Посмотрите, отсюда убираем заключенных. Начинаем уже делать основные вещи. Мне нужна сталь, мне нужен уголь. Посмотрим на безопасность. Возможно, прожмем. Принудительный труд. Очень много голодных людей. Очень много голодных людей. Продвинутая пристань нужна. Матрица, шматрица не будем делать. Но если вырастет на 3, это значит, там аварии очень вероятны. Что же я делаю? Кухня не справляется. Не можем мы всех прокормить. И прожимаем завтра мотивацию, как только будут пищевые пайки. Или, может быть, даже мотивацию прожмем здесь на выздоровление и на добычу стали, которой у меня так мало. Посмотрим по динамике. Так, профили... Профили нет. Это плохо. Надо было сделать 4 профиля. Давайте рабочих на обычную смену. Аккуратненько пусть профили делают. У них даже сейчас условия труда хорошие. Так, паровой генератор у меня один выключен. Я не уверен, что... Потяну, если включу. Мотивация падает, недовольство растет. Только заключенные работают. Здесь рабочие. Нужно вытащить еще заключенных. Где они? А больше нигде их нет. Просто маленький толчок. Похоже, мы отстаем от графика. У нас есть тюрьма по ноптикум. И будет преступлением ее не использовать. Конечно, отдельные доброходы назовут это жестокостью, но речь идет о голой эффективности. И помните, с кем мы имеем дело? Это закоронить? Ну, не сейчас, естественно. Потому что мне нужно сначала посмотреть, что там по безопасности. Вот на этот объект будет работать. На центральный объект будет работать. И пошло. Вентиляционные только работают. Ёшки-матрешки. А почему так плохо? Пока я не могу ничего с этим поделать. Так, я хотел еще сделать... Сейчас, мне стали не хватает. И не будет хватать. Не стали, не еды. Прожимаем, значит, здесь мотивацию. Чтобы сталь повысить. И мотивация по работе должна... Надо как-то ее тоже улучшить. Нет, пока нельзя прожимать. Один день. Мне нужно второй такой профиль делать. То есть здесь нужно все равно работать. Хорошее условие. Конвертируем лес. То есть подожди, 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 подожди. Подожди. Еще раз. Нам нужно построить... Ядро. На ядро нужны вот эти вот штуки. Стальные сплавы. И две несущие рамы. Одну мы строим. Вторую нужно... Хорошее очень условие труда у рабочих. И так даже хорошее. Давайте вот так сделаем. Не, ладно. Они все равно справляются. Динамика очень хорошая. Когда там откатятся новых заключенных, можно сделать. А можно уже сделать. Только не здесь, а... Да. Отправляем этого товарища просто... На рыбное озеро. Мотивации не хватает. Аварии удалось избежать. Вот. Это хорошо. Но, кстати, не здесь. Давай, ладно. Аккуратненько добиваем. 12 часов в раз. Короткую смену сделаем. Обманим их просто. А, у меня закончился уголь. Вот так вот, пожалуйста. Профсоюз работает? Работает. Инженеров максимум. Угля не хватает. Блин. Пора уже, видимо, рядом с этими кучами ставить. Посты добычи. Еще. Еще стали. Не хватает. Не успеваем потаскивать. Блин. Я не знаю. У меня столько здесь косяков. Консультант Смутьян. Сэр наблюдает сообщение, что один из инженеров навещает арестованных рабочих. Рассказывает им про их права. Если он направит их петиции в лондонский суд, судья потребует немедленного освобождения. Инженера мочи. Охренел, что ли, пес? Сейчас отправлю тебя работать. Почувствуешь. Про права он втирает. Так. Исследование. Меры безопасности в литейке можно повысить. Но я, скорее всего, турбонаддув сделаю, чтобы иметь возможность бустануть. И улучшенный турбонаддув. И можно уже делать улучшенные матрицы здесь. Да, была бы у тебя сталь. Было бы прекрасно. Но хотя бы турбонаддув исследуй. За двадцатку стали. Стали нет. Стали нет. Неужели от причала избавляться? У меня кафчик впритык. Короче, давайте сделаем посты добычи. Во-первых, дороги гею здесь и так доведены. Это не самое главное. Тут контуры делаем еще. Восемнадцать часов немножко осталось. Кухню разбираем, переносим подальше. И делаем здесь еще одну каторжную колонию. Что-то мне нужно больше. Так, тут заказываем одно ядро и каторжников на сдачу. Очень голодные люди. Время все еще идет. Да, тут не хватает. Нам не хватает. Двадцать стали, двадцать стали, двадцать стали. Мне... Мне нужно уже заготавливать еду. А, и угля не хватает. Все, поехали. Все, рабочее время закончилось. Успокойся. Жесть. Как она есть. Закончили упражнение. У нас проблемы с углем. Но ее мы сможем сейчас решить, построив пункты добычи. Я как раз специально, специально не трогал этот уголь. Чтобы в нужный момент начать его собирать. Так. Что делать? Ну, что делать? Что делать? Доделывать конструкционные завтра. Мы отстаем на день от графика. Здесь ничего не делаем, потому что есть запас по паровым радиаторам, если что. И стараемся как можно быстрее поставить вторую несущую раму. И стартануть... А через сколько нам? Нам нужно пять листов еще, чтобы это сделать. Пять листов. При этом у меня еды, запаса еды нет ни хрена. С лесом-то ладно, проблему решили. Временно, по крайней мере. Будем двигаться, вырубать это все безобразие. Со здоровьем не прекращаются проблемы. Перекидываем инженеров. Исследование очень медленно идет. Из-за того, что я мастерски посносил. С то, что не справляюсь. А точно у меня инженеры не заняты другим. Но они заняты надзором. Один человек минус. Надо было инжей заказать. Черт. Ладно, давайте отправим похоронные у нас. Вроде как. А, нет, у нас, видимо, другая тема. Включаю баньку, чтобы меньше болели. Мотивация скоро упадет. И я, наверное, протяну еще дорогу до рыбки дальше. И там поставлю еще один пост наблюдения. Почему не можем? Уничтожаем, к сожалению, часть деревьев. Как красиво, посмотрите. Они, типа, круглые сутки работают. И там... Вон, смотрите. Прожектора светят. Ё-моё. Близко вообще такая классная графика. Добыча закончилась в одном месте. Здесь мы готовы поставить лагерь раз, поставить лагерь два. Это последние запасы внешней еды, которые у меня остались. Поэтому нужно срочно формировать. Помню о том, что меня ждет. Нужно срочно формировать. Пайки уже нельзя прожимать. Надо сюда было инженера еще одного отправить. Исследование почти не идет вообще. Бунт заключенных. Сэр, заключенные строили бунт. К счастью, он закончился провалом. Оружия у них не было, зато был численный перевес. Мы одержали победу, но противостояние было долгим и кровавым. Оно унесло жизни одного наблюдателя и 15 заключенных. Минус 16 человек. Надо еще делать их. 15-19, 15-25 делаем еще заключенных. Недовольство трындец, как сразу растет. Места здесь есть. 15-25, 19-25. Тут ноль вообще заключенных. Слишком мало наблюдателей заключенных могут начать бунты всех перебить. У меня такое предупреждение дикое. Да, могут начать бунт. Еще что ли вышку поставить наблюдательную? У меня инженеров нет. Можно принять закон рабочих инженеров, чтобы продвинуть их по... Грязь, просто грязь. Я чувствую, как уходит мне из рук контрольная ситуация. Может быть, я уже ушла. Хватит сегодня. Да, я не успею все равно пройти, потому что 12 часов. Хочу уже спать. Завтра понедельник. А этот рай можно довести. Ситуация значительно лучше, чем в прошлый раз у меня. Но я боюсь потерять контроль над ней. Поэтому надо сейчас поспать. Потом завтра вечерком прийти, проснуться. У меня будет 3-4 часа на раскачку. И... А потом рывок надо делать. Очень много процессов, за которыми надо следить. Ресурсов. Проблем. Поэтому тут нужен фокус. Спасибо, друзья, за которые смотрели. Очень классная игра. Если стартанете, если вам хотя бы приблизительно... Ну, вы понимаете, что происходит. Вы прям с головой туда нервнете. Поэтому если, например, заболеете, если у вас будут выходные какие-нибудь, или праздники, или будет зубная боль какая-нибудь. Фростпанк. Прикладывайте к больному месту, и все. Сразу... Очень крутая игра. Увидимся с вами завтра вечером. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok